Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Грэм Макнил Былой Кал Один. Кто умрет последним? Первым в боевой сводке значится имя Гонория Люциеля. Но кто станет последним? Предательство, которое подстроил магистр войны, началось гибелью ультрадесантника. Но капитан Рэм Вентан из четвертой роты поклялся, что оно завершится смертью несущего слова. Ни одно из оборванных отбросов из братства культистов, не выдернутое из Империи в бескожей мерзости, а воина 17-го легиона. Вентан записал это своим угловатым почерком на бумажной полоске для обетов. Сидан с Баркой выступили свидетелями, а Силатон прикрепил полоску с восковой печатью к эфесу своего глади. Вентан станет тем, кто вытащит последнего из сынов Ларгара на поверхность Калпа, сорвет с него доспех и швырнет ублюдка на облученную землю. Он будет ждать, наблюдая, как едкие лучи отравленного солнца сжигают плоть на костях несущего слова. Один слой кожи за другим будет чернеть и отваливаться, словно шлак. Ядовитый воздух обожжет предателю горло, придушив крики и заставив выблевать наружу пенящиеся и распадающиеся остатки легких. И за миг до того, как смертоносные лучи солнца, наконец, прикончит несущего слова, Вентан всадит ему в череп заряд из болтера. Последним умрет несущий слово, сраженный рукой ультрадесантника. Это не теория, чистая практика. 2. Ланшир Комплекс размером с город, некогда считавшийся одним из крупнейших космопортов Калта, сгорел в пламени гнева легиона. Были известны имена Холвелофа и Федралафела. Однако были и другие, воители, которые, возможно, совершили в прошлом славные деяния, но теперь стали синонимом предательства и упоминались наряду с гором. Ланшир стал некрополем, городом-кладбищем, улицы которого завалены обгорелыми остовами боевых машин, мусором, после битвы валявшимся по всей планете, и десятками тысяч почерневших от радиации тел. Смертоносные лучи светила Калта сжигают кости в прах, и радиоактивные ветры сдувают хлопья смертвецов, закручивая вихри. Большая часть трупов принадлежит смертным солдатам-предателям, которые погибли от возмездия орбитальных платформ и были отравлены Солнцем, когда планета лишилась последних остатков атмосферы. Среди разбросанных тел лишь несколько имеют постчеловеческие пропорции легионеров. На поверхности остаются только мертвые враги. Падших Калта унесли вниз и воздали им надлежащие почести. Громадные осадные экскаваторы и строительные машины механикума, предназначавшиеся для воин крестового похода, роют в скале Калта пещеры-могильники, широкие галереи и глубокие шахты, где прославленные мертвецы навеки станут частью мира, за который отдали свою жизнь. Первопроходцам Ингениума Субиака еще многое нужно сделать, но оказание почестей мертвым было первой из задач, которые поставил перед ними Вентан. 3. Тауриан вычистила мусорный код из орбитальной защитной сети и тем самым спасла Ланшир от полного уничтожения. Однако мало что устояло после ее тщательного возмездия, когда лучевые орудия, ракетные базы и платформы залпового огня разнесли наступление несущих словов пыль. Над разрушенной центральной промзоной, словно следы давно погибшей цивилизации, возвышаются остовы фабрик и оставшиеся без крыш цеха. Леса прогнувшихся башенных кранов и искореженных останков грузоподъемников раскачиваются, будто пьяные. А железнодорожный терминал «Бедрусоблик» напоминает игрушечную рельсовую дорогу, раскиданную среди транспортных линий и депо. По всей территории космопорта горят склады боеприпасов и грузовые контейнеры, сложенные в штабели перед подъемом на орбиту, и трепещущую в небе зарю перечеркивают сотни чернильно-черных столбов дыма. Над выпотрошенными остовами транспортников и останками армии для завоевания миров скорбно разносится трест пламени и металлический скрежет рушащихся сооружений. Вентан помнит это место. Он помнит незамутненное насилие, непрекращающиеся вспышки вражеского огня, всесокрушающую мощь, сплошной шквал масса реактивных снарядов, неоновый лазерный дождь, громовой грохот боевых машин-предателей, сопровождающих воин свой кровавый триумф. Взрывы и вопли сливаются воедино, предсмертный крик целого мира. По сравнению со всем этим, нынешняя кошмарная панорама гибели, озаренная пламенем, кажется почти спокойной. Ланшир мертв, но в нем продолжается активность. Фабрики и грузовые склады, далеко к северу от центра, окутаны совершенно неестественной дымкой. И там горят огни не разрушения, а созидания и восстановления. Что-то выжило после мирового катаклизма. Судя по обрывочным ВОКС-перехватам, Федерал Фелл удерживает северные заводы. Но сверх этого неизвестно ничего конкретного. После битвы за Калт осталось много теории, но чрезвычайно мало практики. Винтан и 200 легионеров 4-й прячутся на гребне, а под ними ржавые рельсы тянутся от горящего железнодорожного терминала прямо от облика к фабричным депо. «Что-нибудь видите, сэр?» – интересуется Селатон, подползая к краю гребня. Винтан качает головой. «Что бы ни творилось на севере, это остается тайной. Мне нужны разведчики Ватяна», – говорит капитан. «Но…» – он машет рукой, позволяя Фразе повиснуть в воздухе, и Селатон, понимающий, кивает. Когда ультрадесантники отчаянно прорвались к зданию собраний гильдии, следопыты Ватяна безопасно провели их мимо бдительных взглядов несущих слова. Однако доспехи разведчиков слишком легкие, чтобы выдержать враждебные условия на поверхности. Даже броня Марк-4 может находиться наверху лишь ограниченное время, пока не перестанет защищать. Терминаторы в состоянии перемещаться спокойно, но в распоряжении Винтана их считанная горстка. «Вы действительно думаете, что несущие слова пойдут именно здесь?» – спрашивает Селатон. Винтан знает, что сержант согласен с мнением Сидонса, будто это предположение ошибочно. «Да», – отвечает Винтан, кивая в направлении терминала. Повсюду, словно мертвые змеи, лежат сотни железнодорожных составов. Тендеры расколоты, наружу валит густой мазутный дым. Почему интересуется Селатон? Есть масса более прямых путей к северным заводам, и на каждом из них нужно пересекать большие участки открытой местности. Если они будут двигаться быстро, то смогут успеть, пока орбитальные орудия не выполнят расчет цели. Без техники ты бы рискнул? Перед тем, как ответить, Селатон мгновение обдумывает вопрос. Теоретически, если бы я оказался в ловушке на вражеской планете, без перспективы немедленно получить подкрепление, то захотел как можно бы быстрее соединиться со своими войсками. На практике железнодорожный терминал прикрывает их, – говорит Винтан, указывая на изрытую воронками от снаряда в крышу здания. Покрытие по большей части цело, хотя задымленное внутреннее пространство и пронизывают колонны болезненно-синего света. Данные ауспика сервера Таурен указывают, что предводитель этих сил осторожен. Он перемещается от укрытия к укрытию, выбирая момент. «Но она их потеряла», – замечает Селатон. «Мы не знаем, где они сейчас. Если он хочет добраться до Федора Лафела живым, то пойдет этим путем», – настаивает Винтан. «Сервер что-нибудь упоминало об их количестве?» «По меньшей мере пять сотен, возможно, больше», – отвечает Винтан. «Тогда надеюсь, что вы правы», – с удовольствием произносит Селатон. Четыре. Первыми появляются потрепанные отделения. Они двигаются неуверенно, словно воры во мраке. Две группы несущих слова, возникшие из выжженного остого завода по ремонту титанов, похожи на осторожных травоядных, приближающихся к водопою, где часто бывает высший хищник. Они быстро перемещаются между горящими остатками, сошедших с рельс грузовых контейнеров. Винтан позволяет пальцу скользнуть под спусковую скобу оружия. Он выдыхает. Это всего лишь разведка. Пробные вылазки в горящие развалины на краю вокзала. Враги надеются, что возможная засада утратит бдительность. Но Винтан отдал четкие приказы. Никто из его воинов не открывает огонь, хотя наверняка всем этого хочется. Чтобы ловушка полностью захлопнулась, несущие слова должны целиком сунуть головы в петлю. Наблюдая за воинами противника, Винтан видит, что броня легионеров снова изменилась. Сперва она превратилась из гранитно-серой в багряную. Теперь же поверхность доспехов представляет собой мешанину черных подпален, обнажившегося железа и немногих сохранившихся кроваво-красных фрагментов. Первая перемена была сознательной, вторая нет. Свет раненой звезды Калта лишит 17-й легион единообразия. И Винтан осознает, что больше не воспринимает их как легионеров. Они выглядят слишком потрепанно и обособленно, чтобы удостоиться подобного объединяющего термина. Они не заслуживают даже количественного обозначения вроде роты или батальона. Это боевая банда, разношерстная, сборище выживших. Под шлемом его губы презрительно кривятся. Недолго вам еще оставаться в живых. Авангардные подразделения несущих слова углубляются в железнодорожный терминал, продолжая двигаться с осторожностью и поглядывая в сторону неба и невидимых орбитальных орудий. Они пропадают из поля зрения, скрывшись в клубах дыма. И Винтан отсчитывает секунды в такт ударом сердца. Он гадает, не ошибся ли. Возможно, несущие слова разделились на малой группы, и каждая самостоятельно пробирается к Федорлу Феллу. Капитан чувствует на себе внимательный взгляд Селатона, но не отводит глаз от погнутых рельс, ведущих к вокзалу. Он хочет, чтобы враг показался. Из-под защиты ремонтного цеха появляется марширующая колонна несущих слова, которая движется со всей возможной скоростью, которую позволяет осторожность. По подсчетам Винтана их около шести сотен. Только пехота, ни техники, ни дредноутов. Несколько легких орудий, но ничего такого, чтобы заставило его остановиться или подумать еще раз. Но не только недостаток тяжелого вооружения убеждает его, что атака удастся. Наблюдая за повышенной настороженностью их движений, Винтан понимает, что несущие слова ошеломлены. Они прибыли на Калт высокомерными, убежденными в полной победе, но забыли, с кем сражаются. Это упущение дало ультрадесанту возможность нанести болезненный ответный удар. Тычок в живот от поверженного бойца, меняющий ход драки. Винтан выжидает, пока не убеждается в том, что из укрытия больше не появятся новые несущие слова. Он поднимается на ноги и протягивает руку назад. Еще один сержант, Барка, вручает Винтану штандарт с помятым древком и изодранной тканью с ротной геральдикой. Капитан устанавливает его на краю гребня и крепко прижимает Болтер к плечу. «Закалт!» — кричит он, и двести воинов четвертой встают. Огонь Болтеров обрушивается на обломки перед железнодорожным вокзалом. Рявкающий залп сносит с ног множество несущих слова, еще до того, как те успевают понять, что их атакуют. Под вторым залпом гибнет еще несколько дюжин. Теперь враги перемещаются за укрытие, отстреливаясь и прижимаясь к земле. Ультрадесантники не наступают. Они удерживают позицию, поливая огнем ряды противника. Винтан — меткий стрелок и не торопится, тщательно выбирая цели. Он высматривает среди несущих слова офицеров и сержантов. Задачу усложняет то обстоятельство, что с опаленной боевой брони исчезло большинство знаков отличия. За неимением соответствующих отметок капитан выцеливает тех, чьи наплечники и шлемы сильнее всего изодраны. Обладателей наибольшего количества шрамов или тех, кому, по всей видимости, подчиняются прочие. Он всаживает массореактивный заряд в шлем воина, у которого маслянисто поблескивает кольчужный плащ, а нагрудник увешан кинжаловидными амулетами. Убивает еще одного, на лицевом щитке которого вырезана неровная звезда. Пробегающий между двух разбитых тендеров воин с длинной цепной глефой и потрескивающими силовыми когтями умирает с развороченной грудью. Если бы кто-то еще видел эти выстрелы, то за каждое из убийств винтан удостоился бы похвалы. Убивая, капитан испытывает то же чувство справедливости, как во время их первого прорыва в ланшир. В этот момент его болтер не просто оружие, а инструмент праведного возмездия, немезида всему вероломному и предательскому. Винтан выбрасывает опустевший магазин и с плавной непринужденностью вставляет свежий. По всей длине гребня вздымается серия взрывов, и от удара на зим падает около 20 ультрадесантников. Винтан узнает детонацию снарядов легкой полевой артиллерии. Трофейные орудия армии, не техника легиона. Все упавшие ультрадесантники быстро вновь поднимаются на ноги и стреляют вниз, лишь ненадолго перестав убивать. Несущие слова отстреливаются, но их огонь беспорядочен. Некоторые из воинов противника даже не удосуживаются вести ответную стрельбу. И Винтану требуется секунда, чтобы осознать причины этого. Спустя мгновение к тому же выводу приходит и силотон. «У них недостаточно боеприпасов для сопротивления», — говорит он. Воины начинают понимать то же самое, и Винтан чувствует их желание броситься к несущим словам. Винтану тоже хочется пристегнуть болтер и наступать с обнаженным мечом, чтобы преподать вероломным сынам Ларгара урок о том, какова расплата за незавершенную работу. Он обдумывает эту мысль. В теории это слава, однако практика не допускает эмоций. «Держать позицию», — произносит он, — «продолжать обстрел». Недвусмысленность его интонации удерживает ультрадесантников на месте. Несущие слова больше не отстреливаются. Вместо этого они бегут к вокзалу, рискуя попасть под непрерывный огонь ультрадесанта. Они бросили полевые орудия, зная, что те бесполезны против воинов, защищенных силовой броней. Десятки несущих слова погибают на открытом пространстве, но еще сотни добираются до прикрытия затянутого дымом терминала. Густой смог поглощает их, и даже авточувство Вентана не в силах пробиться сквозь насыщенную химикатами черноту. Селатон смотрит на него, ожидая приказов. Земля усыпана телами несущих слова. Некоторые еще живы, и это радует Вентан. Они будут знать, что произойдет. Капитан открывает канал вокс-связи на предустановленной частоте. «Сервер Таурен», — говорит Вентан, — «враг в мешке», — произносит он, — «у вас готов расчет?» «Подтверждаю», — доносится искаженный воксом ответ Таурен. «Открываю огонь». Ее голос лишен акцентов и внешне беспристрастен. Хотя Вентан знает ее достаточно хорошо и понимает, что это не так. Она ему нравится, насколько вообще можно сказать, что постчеловеку нравится фантастический, полностью модифицированный адепт жречества механикума. Силатон слышит этот разговор и поднимает взгляд к облакам над железнодорожным вокзалом, которые озаряются приближающейся бурей. Из космоса бьет слепящий столб света, на краткий миг соединяющий орбитальную лэнс-батарею с поверхностью Калта. Пробитая снарядами крыша терминала, слетает под взрывом ударов кинетической силы и исчезает в огненном облаке. Вентан даже не вздрагивает, когда на него накатываются электромагнитный импульс и колоссальное давление. Капитан неподвижно стоит, сжимая в руке ротный штандарт, пока на железнодорожный вокзал обрушивается еще один удар лэнсов, а затем и еще один. Орбитальная батарея еще дважды дает выход своей мощи. И когда бурлящие клубы дыма рассеиваются, на том месте ничего не остается. Почва превратилась в стекло. В радиусе 500 метров от точки первого удара не уцелело ни единого кирпича или куска металла. Вентан удовлетворенно кивает и возвращает штандарт сержанту Барке. Он упреждает вопрос силотона о времени лэнс-удара. «Потому что я хочу, чтобы последним зрелищем в жизни каждого несущего слова был ультрадесантник», – произносит Вентан. 5. Пещеры находятся под пригодным кольцом Южного транзитного центра «Радиал Ураник» – некогда густонаселенного района громадных жилых блоков в 100 километрах к западу от Ланшира. Его сверхсооружения и обширные мегабашни были обрушены орудиями сражающихся титанов, устроившими апокалиптическую огненную бурю. Не обращая внимания на перепуганных жителей, силы лоялистов и машины-предателей вели бой, в котором погибли сотни тысяч комбатантов, но не оказалось истинного победителя, поскольку обе стороны оттянули силы к более важным объектам. 6. Пещеры, череда подземных пустот и естественного происхождения являются настоящим чудом, которое местные легенды связывают с мифической змеей, якобы буравившей кору Калта в доисторическую эру планеты. Подобное не верят даже дети, однако в клубке туннелей под радиалом Ураник устроил себе логово новый змей. Его имя Хол Велов, и раньше он командовал армией уничтожения, воинством геноцида, которая стремилась не завоевывать и порабощать, а разрушать во имя гора. Под его знаменем собиралось полмиллиона воинов. Теперь от этих сил осталась лишь малая доля. От его армии уцелело менее десяти тысяч, и даже это по большей части паршивые отбросы братств. Среди них Каул Мандори, Ценвал Каул, Джахаварнат и Ушметар Каул. Окровавленные и посрамленные силы Хол Велова прячутся в аркологии Ураника. Они невидимы для смертоносного огня орбитальных батарей и защищены от пагубной радиации, которая очищает поверхность, однако запятнаны позором неудачи. Падения случаются, и падение Хол Велова практически абсолютно. Хол Велов входит в число помазанников. Он, зарекомендовавший себя в битве полководец, известный своей амбициозностью. Он возглавлял завоевание тысячи миров, видел падение империй и сокрушил бесчисленных врагов. И все же он боится, что заветное возвышение до места возле лорда Авреляна ускользает у него из рук. Он до сих пор не понимает, как они потерпели неудачу. Ультрадесантники были сломлены, раздроблены и лишены лидера. От уничтожения их отделяли считанные минуты. А потом с небес хлынули огненный дождь и убийственный свет. Каждый сокрушительный удар с орбиты потрошил титанов и превращал целое воинство в пепел. Враг каким-то образом вернул себе контроль над батареями и обратил величайший триумф в горчайшее поражение. Ланшир должен был сгореть под ударом пушек Хол Велова. Однако ураган развернулся в другую сторону и вырвал бьющееся сердце у него из груди. Хол Велов сидит в пещере, по которой разносятся отголоски сердцебиений гибнущей планеты. И его окружает один лишь пепел. Распрямившись в полный рост, Хол Велов оказался бы закованным валую броню гигантом, на плоти которого вырезаны слова Ларгара и выбитые освещенные кровью татуировки. Но он согнут поражением. Он был избран для великих дел, но не смог выполнить условия завершения сделки. И поддерживавшие силы отказались от его замыслов. Насколько известно Хол Велову, его армия может быть последней живой на Калте. Собратья командующие, жив ли еще кто-нибудь из них, мертв ли Кор Фаэрон или еще сражается, чтобы донести слово до Калта. У Хол Велова нет ответов и его парализует чувство поражения. Рядом лежит варп склянка. Темная маслянистая жидкость, которая раньше извивалась и скользила нечто неимоверно древнее, похожее на эмбрион, неподвижно и безжизненно. Хол Велов говорит в нее, надеясь услышать собратья в командующих, но ответа нет. Существо, которое соизволило втиснуть фрагмент своего сознания, в многоугольное пространство исчезло. И Хол Велов еще никогда не ощущал себя настолько одиноким. И многочисленные уцелевшие спутники под контролем ультрадесанта. А радиоактивные бури на поверхности делают смехотворными любые попытки пользоваться кодированным Воксом. Он слышит приближающиеся шаги, шаги легионера, и поднимает взгляд. Его рот кривится в презрительной улыбке, когда он видит перед собой мало как карта. Темный апостол наполнял его разум идеями власти и величия на протяжении всего приближения к Калту и кампании по уничтожению. Как и все подлинные фанатики, карта не дает своему пылу ослабнуть после абсолютного поражения. Хол Велову хочется убить его, но по ночам апостолу, словно незримые лакеи, все еще прислуживают бормочущие тени. А в пещерах под Калтом всегда ночь. «Чего ты хочешь?» – требовательно спрашивает Хол Велов. «Донести слово ультрадесантникам», – отвечает карта. «Как и тебе следовало бы». «Хочешь драться?» – огрызается Хол Велов. «Вперед! Выбирайся на поверхность и поглядим, насколько быстро с тобой разделаются орбитальные пушки». Карта выглядит мрачно, он также отмечен, но еще и трижды избран. На нем благословение примарка, империев и тварей с той стороны пелены. Его доспех поблескивает, как будто броню недавно вымазали кровью. А рунические надписи, вырезанные на каждой пластине, корчатся в лазурной биолюминесценции пещеры. На правом виске шлема – рог, который обвивается вокруг головы и оканчивается у левой щеки окованным железом острием. За спиной апостола длинный посох с черным древком, за которым тянется шлейф из дымных теней, оставляющих в воздухе неизгладимый след. «Костистое лицо окутано мраком и непроницаемо». Холл Велов подозревает, что карта сознательно ведет себя таким образом. «Думаешь, твоя работа на калте закончена, Велов?» – спрашивает темный апостол. «Ты и вправду веришь, что твоей задачей было просто сражаться в войне смертных?» «Магистру войны и Ларгару Аврелиану требуется, чтобы ты не только проливал кровь болтерам и клинком. Им нужно преобразить холст галактики, донести великие истины до тех, кого ослепили пустые посулы императора. Ты – воплощение новой эры». Холл Велова охватывает злоба, и он выходит из оцепенения, занося одну руку над эфесом боевого клинка, а другую сжав кулак. «Ты это уже говорил», – произносит он, – «когда я шествовал во главе неудержимой армии. Твои слова воспламенили сердца всех слушателей, но теперь я вижу правду. Они пусты, как колхидские обеты, и столь же бессмысленны». Малак Карта отцепляет шипастый посох от спины, и на мгновение Холл Велов решает, что апостол намеревается напасть на него. Но вместо этого Карта втыкает посох в пол, и у него за спиной разрастаются бормочущие тени. По всей длине жезла вырезаны катехезисы и благословения, скопированные из Великой книги Ларгара, а на конце находится круглое навершие, и середина которого расходятся восемь шипов аккета. «Ты слаб, Холл Велов», – говорит темный апостол, – «слаб и глуп». Вздорный ребенок, который плачет, хнычит и скрижещет зубами, когда его желания впервые не исполняются. Холл Велов тянется за мечом, но не успевает извлечь клинок даже наполовину. Когда окружающий посох Карта, темный дым рвется вперед и сбивает его руку с Эфеса. Спустя мгновение перед ним оказывается сам Карта. Кажется, будто апостол не двигался, и шепчущие тени перенесли его над землей. Холл Велов делает шаг назад. Его окружает завеса мрака, которая колышется волнами, словно в воздухе висит нефтяное пятно. В глубине двигаются фигуры. Бесконечно малые доли колоссальных существ, находящихся вне времени и пространства. Они напирают на границу между этой реальностью и их владениями. Их единственная форма та, что он предает им сам. Множество глаз, клыкастых ртов и искривленных рогов, которые-то возникают, то исчезают под его взглядом. Они голодны. Они чувствуют биение его сердца и жаждут вкусить живой крови. Если они нападут, он не сможет их остановить. Карта подходит вплотную, и темнота расступается перед ним. Она окутывает его, словно саван, скользя по выпуклым поверхностям боевого доспеха. Беспросветный покров маячит за спиной апостола, словно послушник. Это зрелище вызывает ухол Велова отвращения. «Подумать только, ведь это я помазал тебя и направил к славе», – произносит темный апостол, разочарованно качая головой. «Ларгар принес нам истину из тех мест, где боги встречаются со смертными, но ты ее не видишь. Ты слишком невежествен. У тебя есть шанс бросить свою смертную оболочку и вознестись к славе. Но с каждой секундой, которую проводишь в жалком сочувствии к самому себе, ты все больше упускаешь этот момент». Холвелов не до конца понимает слова Карта. Однако чувствует ужас от того, что все обещанное ускользает от него и никогда не наступит. Он опускается на одно колено перед темным апостолом, склонив голову, будто проситель. «Скажи, что я должен сделать», – говорит он. Его пугает идея покориться замыслом темного апостола, но он знает, что во имя своих амбиций скажет и сделает что угодно. Ему так сильно хочется занять место возле Ларгара и Гора, что он охотно станет выпрашивать у Карта объектки. «Галактика меняется», – Холвелов, – произносит темный апостол. «Старые пути уходят в прошлое, устанавливается новый порядок. Былого больше нет, а грядущая только обретает форму. Принявшие истину будут процветать, остальные же сгинут». «Скажи, что я должен сделать», – повторяет Холвелов, – «что нужно от меня силам?» Карта наклоняется, его прикрытые глаза светятся пылом, которые способны разжечь лишь кровопролитие. «Бойня», – произносит карта, – «им нужна бойня». 6. Некогда для изучения пещер аркологии Калта собирались геологи с дальних уголков Империума. Магоцы-кузнец Марса и мастера-каменщики гильдий Теры дивились их самодостаточности и часто отмечали, насколько естественно искусство людей слилось с причудами природы. Однажды на Калт в качестве почетного гостя Желемана прибыл сам Горд. Хотя теперь об этом визите никто не упоминает. Ингениум Субиака прерывает работу и гадает, как бы те магасы и каменщики оценили то, что сейчас устроено под поверхностью Калта. Над грубым лицом Ингениума, высокого мужчины, который постоянно сутулится из-за бесконечных дней, проведенных над подобными схемами, редеющая поросль волос цвета кукурузы. На обеспокоенном лице Субиака, как будто какое-то хирургическое устройство, закреплены очки в медной оправе, совмещенные с ноосферным БМУ и полным комплектом сенсориума. В лучших традициях Ингениума Калта он носит длинные усы, навощенные кончики которых завиваются на румяных щеках. После долгих дней и беспокойных ночей он выглядит неряшливо, как для старшего Ингениума Ауксилии первопроходцев Калта. Его накрывает волной усталости, и глаза на мгновение закрываются, но он быстро открывает их. Во сне его посещает слишком много кошмаров, чтобы хотеть увидеть их еще и наяву. Субиака подавляет зевок и наблюдает, как очередной просвет в скале постепенно запечатывают. Это тупиковый туннель, который тянется на километр от нижней пещеры Аркологии-10. Вернувшиеся картографические дроны сообщают, что туннель завершается тупиком. Однако после жестокой войны точная разведка глубоких пещер практически невозможна. Мысленный импульс выводит перед глазами ноосферную проекцию туннеля. Субяка убавляет разрешение, чтобы получить полный обзор. Туннель имеет ширину 5 метров и загибается вниз, описывая плавную дугу на протяжении еще 300 метров. Делает несколько резких поворотов, а затем приводит в затопленную водой промытую пещеру. Нижние горизонты туннеля скрыты сообщениями об ошибке. Субяка жалеет, что у него нет времени и людей, чтобы составить более точную карту. Пещера, где он стоит, заполнена орудиями ингениума. Сини-серые землеройные машины, каждая из которых снабжена бульдозерным ковшом высотой в десятки метров. Грузовые краулеры с пневматическими манипуляторами, способными легко поднять сверхтяжелый боевой танк. Буровые установки с коническими ногами, а также одинокая конструкторская машина-механикума. Они издают ужасный шум, и без встроенных в очки акустических компенсаторов Субякабы уже давно оглох. Сотни мужчин и женщин из-за уксилий первопроходцев передвигают последние противовзрывные заслонки в кессоне многометровой толщины в жерле туннеля. Пока грохочущие танки с пермокритом стоят на готове. На первопроходцах тяжелые прочные комбинезоны и громоздкие респираторы. Однако люди безропотно трудятся среди жары, пыли и мрака. Они работают с гордостью и целеустремленностью. Субяка понимает их гордость. Она свойственна ультрамарцам до мозга костей. Стремится к совершенству, наименьшее, чего ждут от людей лорда Желемана. Родиться на пятистах мирах – честь и привилегия, за которые надлежит платить каждый день. Верхнего мира больше нет. Однако Субяка и его первопроходцы станут творцами мира Нижнего. Ингениум наблюдает за работой налитыми кровью глазами, но ему не нужно давать советы или вносить поправки. Подчиненные знают свое дело, а полученные инструкции точны и не требуют дальнейших объяснений. Вместо этого он выводит полную проекцию аркологии 10 и улыбается, осознав, что пометка на карте, в торопях сделанная капитаном Вентаном, навсегда подарила комплексу новое название. Думая о Вентане, Субяка поднимает глаза, когда к нему приближается сержант ультрадесанта в силовом доспехе, поврежденном в бою. Ингениум не знает этого воина, но броня нагрудника и наплечников покрыта глубокими рытвинами от попаданий пуль и клинков. Уцелел только шлем, который недавно был выкрашен в алый цвет, что выглядит странно уместным. Сержант Анкрион, произносит Субяка, когда оптические фильтры считывают имя воителя с правого наплечника из-под налета лазурных подпален. Могу ли я чем-то помочь вам? Когда туннель будет запечатан, спрашивает гигант. Анкрион говорит резко, но Субяка понимает спешку. Ингениум выводит множество потоков данных и перебирает графики завершения работ при помощи гоптических имплантатов в кончиках пальцев. Заслонки вот-вот встанут на место. Когда будет проведена проверка целостности, мы распылим пермокрит, и я поставлю запирающую печать. Если ничего не изменится, туннель будет заперт в течение часа. Анкрион кивает, но ответ его явно не радует. Вы не можете работать быстрее? Спрашивает он. Если вам нужна работа со знаком качества Ингениума, то нет. Процесс ускорится, если задействовать больше машин. Разумеется, но у нас нет дополнительных машин, отвечает Субяка. Нам повезло, что и эти-то есть. Поясните. Субяка указывает в направлении конструкторских машин и землеройной аппаратуры, отчего голографические схемы исчезают. Ни одной из этих машин не должно было быть здесь, сержант Анкрион. Они все направлялись на орбитальную транспортировку, когда напали предатели. Так почему они здесь? Насколько я понимаю, мы должны благодарить за это несущих слова. Я не расположен благодарить этих ублюдков за что бы то ни было, произносит Анкрион. И Субяка спешит объясниться, поскольку космодесантник излучает нарастающую угрозу. Вы не так поняли. Порча, которой они заразили системы орбитальной обороны, говорит он. Похоже, она вызвала кумулятивную арифметическую перегрузку организационных подпрограмм калькулюс логус ауксилия обороны. Из-за чего эти машины остались на погрузочных платформах, пока весь остальной КАЛД отправлялся на орбиту. Повезло нам, а? Анкрион не отвечает и поднимает взгляд к последним противовзрывным заслонкам, которые устанавливают на место с тяжелыми ударами металла о камень. Отделение клепальщиков выдвигается на позицию, их визжащие инструменты фиксируют заслонку. Сыплется дождь искр. Шланги с пермокритом, шипя пневматикой, начинают подниматься. Все бы делалось быстрее, если бы нам не нужно было запечатывать все тупиковые ответвления, замечает Субяка, выводя проекцию туннеля с поверхности инфопланшета. К примеру, от этого туннеля до ближайшей аркологии или укрытия сотни километров. Нет нужды тратить ресурсы на его закрытие. Анкрион мгновение изучает плавно вращающееся изображение. Вы нашли источник воды в камере на конце туннеля, интересуется он. Нет, предположительно это отверстие пренебрежимо малых размеров. Иными словами, вы не знаете, откуда берется вода. Не совсем, но... Капитан Вентан отдал недвусмысленные распоряжения, прерывает его Анкрион. Каждый туннель, границы которого невозможно установить с абсолютной точностью, должен быть запечатан. Сержант, вы должны понять, что немногие из пещерных систем Калта связаны между собой. Подавляющее большинство простираются внутри коры планеты совершенно изолированно. Если Калт собирается выжить, это изменится, отвечает Анкрион. 7. Убежище СВ-427 «Проксор» располагается в полутора тысячах километров к востоку от Ланшира и представляет собой группу укрепленных бункеров и хранилищ боеприпасов. Оно спроектировано для размещения 100 тысяч солдат и 20 тысяч человек вспомогательного персонала, а также трех батальонов ауксилия обороны. Сообщается, что максимальная вместимость составляет 150 тысяч человек. После атаки 17-го легиона там находится вдвое больше людей. Увеличенные пещеры и глубокие сооружения ужасающе переполнены. Однако обитатели испытывают гнев лишь по отношению к воинам несущих слова, которые загнали их туда. Это вполне можно ожидать. Ворота Проксора закрыты около двух недель назад. Внутри укрылись десятки тысяч беженцев, спасающихся от войны и радиоактивных спазмов обреченного солнца. Население убежища превышает его вместимость, а безопасность хранилища боеприпасов требует установить личность каждого. После того, как составят полный список человеческих и оружейных ресурсов, будет разработан план сопротивления и отвоевания. Все многочисленные входы в убежище перекрыты, некоторые пермокритовыми заслонками, а остальные вооруженными бойцами. Сейчас здесь размещены подразделения из пяти род ультрадесанта. 567 легионеров. Они не охраняют входы в аркологию, а тренируются, перевооружаются и делают вылазки на поверхность. Когда из аркологии 10 доходит известие, что поблизости находятся враги. Защита врат поручена имперской армии, которая представлена тут 16 различными полками, а также подразделением скитарьев, загнанных в аркологию солнечным излучением. Командные протоколы и коммуникация до сих пор не упорядочены. Адепты механикума пытаются связать ВОК-системы армии со своими собственными и системами легиона со стартест. Различия устройств, сотни шифрованных сетей и триллионы комбинаций кода делают оперативное координирование чертовски трудной задачей. Именно поэтому у майора Кадин все сильнее болит голова. Она и ее отделение штурмовиков Кардоса занимают один из малых выходов на поверхность, который точнее можно описать как провал грунта, заполненный неплодородной почвой, который образовался за тысячелетия тектонических смещений. Тем не менее, этот проход соединяет нижние пещеры с поверхностью и должен охраняться. Временная заслонка, опрысканная противорадиационным герметиком, позволяет незащищенным людям занять оборонный пост охраны и баррикады, обращенные навстречу возможному проникновению с поверхности. На позиции 20 солдат, потрепанных войной ветеранов, видевших, как их мир разорвали на части и разбили на куски, которые уже никогда не собрать воедино. Люди майора Кадин славно сражались, и из 700 остались только эти 20. Они бились у моста Пасочни и продержали его достаточно долго для переправы 86-й роты ультрадесанта. Десятитысячная толпа культистского отребья гналась за ними 100 километров по Марусинскому шоссе, пока они не добрались до полкового опорного пункта у магистрали Таланка. Фланговые силы Холвеллафа, окружившие Ланшир, уже почти вынудили их бросить опорный пункт. Но затем с орбиты пролился огненный дождь, который сжег несущих слова с их отбросами, оставив только туманных призраков. Покинув знамя роты гордо реять над Таланка, майор Кадин последовала за полковником Руриком, который перевел остатки полка в Праксор. Кадин знает, что никогда не увидит поверхности Калта, но надеется, что какие-нибудь остатки вражеских сил попробуют пробиться в убежище. Из-за обнаружившихся признаков слабой клаустрофобии ей не нравится находиться под землей. Но она штурмовик и не склонна признаваться в слабости. Майор сидит внутри единственного сооружения сторожевого поста, укрепленной жестяной будки, с ВОКС-передатчиком и запасами антирадиационных пилюль, боеприпасов, еды и воды, которые были выданы ее группе. Вот и все, что осталось от некогда элитного подразделения. Из рожка ВОКС-передатчика раздается визг помех, и Кадин вздрагивает. «Чертов механику!» ругается Капрал Баркебис, ее адъютант. Он бьет по серо-стальной коробке основанием ладони. «Чертовы ублюдки никогда нихрена не делают так, как надо! Я думала, они должны были уже все починить!» «Черт, вы и вправду так думали, майор?» спрашивает Баркебис, выуживая из кармана палочку лхо и зажигая ее с пренебрежительностью профессионала. Изо рта поднимается маслянистый дым. «Я думала, ты бросил!» говорит Кадин. «Я выжил на поверхности!» отзывается Баркебис. «Если я там не умер, то и от этого черта с два! Первый меня прикончит скука!» Кадин не в состоянии оспорить его логику, и хотя может приказать ему выкинуть палочку, она не будет этого делать. За последние несколько недель они пережили слишком много, чтобы лишать Баркебиса его дурной привычки. Кроме того, может статься, что он прав. Майор пожимает плечами и разворачивается на пятках, услышав гул двигателя. Большого двигателя, чего-то промышленного. Она гадает, не случилось ли с герметиком заслонки чего-то такого, что требует вмешательства рабочей бригады первопроходцев. Майор не ощущает никакого воздействия радиации с поверхности, но полагает, что именно поэтому излучение может быть таким опасным. Ну и что это за хренов шум, интересуется Баркебис. В это время из-за угла с грохотом выруливает тяжелый промышленный транспортер. Грузовой отсек обтянут синим брезентом и перевязан веревками. В нем скрывается несколько громоздких, продолговатых предметов. Рабочий инструмент, инженерное оборудование. «Мы кого-то ждем?» – спрашивает Кадин. «Нам ни черта не говорили», – откликается Баркебис, снова стукнув по воксу. По этому куску мусора ничего не слышно. Водитель из армии, но Кадин не видит эмблемы подразделения. Грузовик сопровождают 30 человек. Часть едет с дробовиками на подножках, остальные идут рядом. Они выглядят утомленными, и Кадин в состоянии их понять. Солдаты выглядят несколько оборванными, но это вполне обычное дело. В эти дни все выглядят немного оборванными. Однако солдатские инстинкты говорят ей, что это еще не все. «Выясни, что им нужно», – говорит Кадин, поднимая рожок вокса. «Я попробую получить какую-нибудь информацию сверху». Баркебис кивает и неохотно тушит палочку лхо. Пока он закидывает Хелган за плечо, Кадин добавляет. «Смотри в оба». Баркебис мгновенно понимает, и его поведение тут же меняется. Он выходит с поста охраны и жестом подзывает к себе четверых солдат, которые выглядят громоздко в глянцевой броне абляционных панцирей. На одном наплечнике каждого из штурмовиков полковой символ, в виде скрещенных копий над черепом, а на другом – нарисованная от руки буква 10. Под предводительством Баркебиса они выходят к новоприбывшим. Капрал машет руками, словно бригадир на погрузочной платформе. «Так, ну и кто вы, черт подери такие?» – требовательно спрашивает Капрал со своим обычным обаянием и остроумием. Это пост Кардоса. От группы солдат, сопровождающих машину, отделяется человек в форме, которая странным образом обвисает на нем. Он несет инфопланшет старого образца, протягивает устройство Баркебису и говорит что-то неслышное для Каден. Майор поднимает рыжок Вокса и крутит верньер на назначенную командную чистоту. Во время этого ее взгляд падает на человека, который частично скрыт обтянутой брезентом башенкой грузовика. Мужчина облачен в броню, но через доли секунды она понимает, что именно не так. Человек одет, как штурмовик Кардоса, но она никогда его не видела. Майор открывает рот для предупреждающего крика. Из рыжка Вокса вырывается нестройный вопль, шквал миллиона криков ужаса, исходящих из места, которое наполнено кошмаром и кровью. Он парализует Каден. Каждый нерв ее тела визжит от боли, но она не в силах пошевелиться. Из рыжка Вокса изливается нечто, поток зловонной черной жидкости. Он забрызгивает стену, будто брошенный в нее воздушный шар с нефтью. Майор видит, как люди, которые говорили с Бартебисом, выхватывают склянки с черной жидкостью и швыряют их на землю. Она не может двигаться. Из черного масла возникают текучие очертания. Она все еще не может двигаться. Бьются новые склянки. Все больше вязкого мрака вырывается наружу, будто мазутные гейзеры. Меняющиеся, бесформенные твари с цепкими лапами, зияющими пастями и раздирающими когтями врезаются в ее солдат и валят их на землю. Остальные члены команды подносят винтовки к плечам. Но теней хватает на всех. Они скользят по полу, растягиваются и разрастаются на стенах, свисают с потолка пещеры. Людей поднимают над землей. И в их кричащие рты вливается черная мерзость. Она забивает уши с носами, продавливает себе дорогу внутрь черепа через глаза. И за один удар сердца полностью заполняет тела. Кадин видит все это, но по-прежнему не может пошевелиться. Все ее тело оцепенело от шквального удара нервно-паралитического звука. Вокс хохочет над ней. Масляные брызги на стене собираются в подобие тела. Человеческого, но крупнее, чем у всех когда-либо виденных ею людей. Оно выходит за пределы пропорций смертных. И майор узнает образованные жидкостью очертания доспеха легионов. Вокруг скрытой шлемом головы обвивается рот. Она сотворена из вещества, которое смердит, будто массовый могильник. Существо обращает к ней взгляд. И Кадин жалеет, что не может закрыть глаза. Единственное, чего ей хочется, так это отгородиться от кошмарного монстра. Дверь сторожевого поста распахивается. Входит человек, с которым говорил Бартебис. Все мертвы, сообщает он рогатому черному телу, выступающему из стены. Кадин видит, как за его спиной с ее людей снимают броню и форму. Убийцы облачаются в цвета полка, от которого теперь осталась она одна. Унижение выходит за рамки оскорбления. Это надругательство. Тебе известно, куда доставить устройство? Спрашивает чудовище. Его голос – булькающий кошмар из текущих гласных и приглушенных согласных. Человек кивает. Статуя Конора в Леприуме. Встреча в 0.30 ночи. Кадин так хочется дотянуться до лаз пистолета в кобуре. На лбу проступают бусинки пота. Ее рука дрожит. И невероятно, кончики пальцев начинает покалывать. «Возьми троих и выбрось трупы как минимум в пяти километрах отсюда», – говорит черное видение. Защитники не должны узнать, что взято, пока не станет уже слишком поздно. Скоро придет новая смена. Черная фигура издает бульканье. Кадин с тошнотворным ужасом осознает, что это смех. «На вас форма лоялистов. Поприветствуйте их, как товарищи и братья. А потом убейте». Черная фигура на стене разворачивается к Кадин. На нереальном шлеме возникает щель рта. Злобная ухмылка предвкушения. Майор чувствует пальцами теплую кожу. Кобура открыта. Она никогда не защелкивает кнопку. По лицу течет пот. Вены вздуваются. Дрожащая рука охватывает рукоять оружия. Столь великое предательство доверия обладает неизмеримой силой. Произносит рогатый монстр. Кадин выхватывает пистолет и стреляет, крича от боли и горя. В этом последнем акте, неповиновением, слились все ее страдания и утраты. Она снова и снова палит в чудовище. Заряды прожигают его, будто припой пластик, и воспламеняют, как прометий. Оно горит, обращаясь в зловонный туман. Пост охраны заполняется серой вонью, смрадом опорожненных внутренностей. Кадин пытается направить пистолет на смертного предателя, но оружие выбивают у нее из руки. Приклад винтовки врезается в лицо. Кость ломается, и майор падает на землю. По телу разливается боль. Сводящая желудок тошнота преодолевает паралич. Предатель прыгает сверху и прижимает одним коленом грудь, а другим горло. У него в руке нож с черным клинком. Острье царапает ее глазное яблоко. Из роговицы сочится слизь. Ладонь человека лежит на затылке кинжала, готовясь садить оружие. «Думаю, за это ты пойдешь с нами», – произносит он. «Интересно взглянуть, что ваше новое солнце сделает с одной из местных». 8. Тяжелые адамантиевые ворота Аркологии-10 с гулом закрываются на катках размером с Лендрейдер, заслоняя ядовитый синий свет звезды системы. Запоры грохоча встают на место, изолируя подземный комплекс от Верхнего мира. Громыхающие системы переработки воздуха выдувают зараженную пыль из обширной шлюзовой камеры. Рэм Вентан и воины 4-й роты неподвижно стоят на ревущем ветру, пока адепт механикума и множество сервитеров с аугметикой для агрессивной окружающей среды выносят шланги высокого давления, чтобы окатить их электризованной водой, которая уходит в специально вырытые стоки. Вентан с трудом выдерживает подобные процедуры, но в Аркологии-10 находится столько смертных, что обеззараживание – необходимое зло, сопровождающее любую миссию на поверхности. Позади него стоит силотон и барка. Второй сержант продолжает сжимать потертая древко ротного штандарта, который Вентан забрал у убитого почетного караула в Нуминском космопорте. С орла и ультимы капает вода, и они ярко сияют во мраке ворот. Символизм доставляет Вентану удовольствие и придает времени потраченному на очистку доспехов ощущения важности. Он бы мог убрать с металла вмятины, оставленные пальцами мертвого воина, но не станет этого делать. Предсмертная хватка ультрадесантника, имени которого он никогда не узнает, будет вечным напоминанием о предательстве несущих слов. Где бы этот штандарт не закончил свое существование, на нем навсегда останутся следы прежнего носителя. После закрытия ворот и завершения процедур обеззараживания, защитные протоколы немного ослабевают, и управляемые сервиторами турели переводят макропушки из боевого в безопасный режим. Внутренняя переборка размером с джунглеевый эскарб уходит в пол с грохотом трущихся друг от друга тектонических плит. Адепт механикума жестом приглашает ультрадесантников войти и уводит сервиторов прочь. Винтан шагает от карантинного барбакана вглубь аркологии 10. 9. Капитан Октавиан Брусцый пробирается среди плотных рядов коек и временных укрытий групп уцелевших гражданских, которые размещены в СВ-427 Проксор. Брусцый – генетически сконструированный постчеловек, а люди всего лишь смертные, но все они – воины ультрамара. Он год, что входит в их число. Брусцый полтора столетия воевал в рядах легиона, но никогда не ожидал, что ему придется сражаться внутри границ 500 миров. Никогда не существовало официальной теории войны между легионами. И хотя Брусцый понимает, что является простым линейным офицером, даже он осознает, что ультрадесантники уже не будут прежними. Предательство магистра войны перевернуло порядок вещей в галактике с ног на голову, и ничто уже не станет таким, как прежде. Он и его боевые братья из 24-й роты размещены в Проксоре. Здесь же находятся воины 56-й, 33-й, 111-й и 29-й рот. Его группа наиболее крупная. Она может похвастаться численностью в 209 воинов, в то время как от 111-й осталось одно-единственное отделение. Они отрезаны от хода войны и блокированы под обвалившимися развалинами в пригородах Персифус и префектура Кэла. Технодесантник Колби наладил контакт с 16-ю окрестными убежищами. А также капитаном Винтаном, который находится в месте, ныне известном как Аркология-10. Брустый не знает причины смены названия. Он просто рад, что лорд Джеллиман счел уместным поручить Винтану руководство ответным ударом. Несущие слова захватили поверхность. Однако ультрадесантники – хозяева войны под землей. Брустый заставляет себя не думать об этом. У него есть более насущные заботы. В каждой из самых крупных пещер устроены регистрационные зоны. Которые укомплектованы теми немногими из администратума, кто спасся под землей. Это неблагодарная работа. Но граждане Калта безропотно строятся змеящимися очередями, ожидая своего череда. В одну эту пещеру набилось значительно больше 10 тысяч человек. А сзади напирают новые. По расчищенным дорожкам от регистрационных будок между очередями ездят моторизованные тележки, нагруженные стопками копящихся бумаг и удостоверений личности. Все водители носят армейские шлемы. За спины закинуты винтовки. Брустый и 20 его воинов находятся здесь, чтобы наблюдать за процессом регистрации и отслеживать нарушения безопасности. Однако скорая его рота отправится в патруль на поверхность. Капитан понимает важность этой работы, но ему хочется убивать несущих слова. Взгляд Брустый блуждает по тысячам собравшихся в пещере, и ему приятно видеть на каждом лице стоическую решимость. Эти люди видели, как их мир был буквально уничтожен. Но нет ни следа паники или безумия. Когда поступил приказ об эвакуации, они явились только с тем, что унесли на себе. Но все равно горделиво стоят, готовые служить. Кто еще из граждан империума смог бы так замечательно мобилизоваться? Почти все молоды, все оборваны и перемазаны сажей. Но никакая грязь не в состоянии скрыть пестролиловые радиационные ожоги, которые есть на коже почти у каждого мужчины, женщины и ребенка. Медики называют это отметкой калта. И она в равной мере является травмой и почетным знаком. Брустый движется дальше, пересекая гулкую пещеру и считая часы до того момента, когда он сможет обратить оружие против врагов. Куда бы он ни пошел, люди оборачиваются и смотрят на него. И их внимание вызывает у капитана легкое раздражение. Он воин, ни больше ни меньше. А эти люди связывают с ним все свои надежды на лучшее будущее. Это тяжкое бремя, какого он не осознавал до настоящего момента. К нему приближается женщина, которая плотно прижимает к груди ребенка и тянется к наручи. При нормальных обстоятельствах Брустый никогда бы не допустил подобного контакта. Но нынешние обстоятельства далеко не нормальны. За подолой ее юбки крепко держатся еще двое детей. Оба они выглядят настолько юными и хрупкими, что Брустую сложно поверить. Будто они пережили творящиеся наверху ужасы. «Да защитит тебя император!» – произносит женщина. Брустый не знает, что ответить, и кивает ей. Женщина улыбается, и он знает, что она будет дорожить этим воспоминаниям до конца своих дней. Ультрадесантники стали эталоном надежды, живым доказательством того, что Калк вновь поднимется, а его жители однажды вернут все то, что у них отняли. Это был позорный опыт и заметное напоминание о том, во имя чего в первую очередь велся великий крестовый поход. Женщина протягивает руку, и Брустый видит, что на ладони лежит маленькая подвеска в виде аквилы. «Возьми», – произносит она, – «прошу, ты должен». Ультрадесантникам отдан приказ не принимать подарков от гражданских. Несмотря на это, их пункты сбора и вооружения окружены подношениями, знаками благодарности и рукописными посланиями, где говорится о готовности сражаться за Калк. «Благодарю, но это запрещено», – говорит он и разворачивается, чтобы направиться дальше. «Прошу», – более настойчиво повторяет женщина, – «ей нужно, чтобы ты это взял». Что-то в ее голосе заставляет капитана остановиться и снова обернуться. «Кому нужно, чтобы я это взял?» – спрашивает он. Женщина наклоняет голову в бок, словно вопрос смутил ее. «Святой», – произносит она, едва не плачет. «Ты должен увидеть, пока еще не поздно». Брустый обнаруживает, что тянется за аквилой, хотя и знает, что этого не следует делать. Женщина вздыхает, как будто из легких вырвался задержанный вдох. Она поднимает на него глаза, и хотя брустый нелегко распознать обычные выражения лиц людей, капитан видит ее удивление от пребывания лицом к лицу с космическим десантником. Рука сжимается на серебряной подвеске, и постчеловеческое тело захлестывает боевая реакция, когда химические шунты доспеха заполняют организм стимуляторами. Болтер резко поднимается вверх, а на визор моментально накладывается тактическая схема. Пространственные обозначения и топографические данные. Между ним и боевыми братьями мгновенно открывается ВОКС-канал. Брустый понятия не имеет, что спровоцировало реакцию. Женщина пятится в ужасе, когда герой-спаситель в мгновение ока превращается в смертоносного биомодифицированного убийцу. Капитан выискивает признаки угрозы, и тут же замечает моторизованную тележку, набитую коробками с административными документами и прочим в том же роде. Сразу ясны две вещи. Первое. Тележка нагружена тяжелыми коробками, но направляется к регистрационным будкам. Второе. На водителе форма армии, но она плохо сидит и явно принадлежит не ему. Брустый бежит в тележке, крича людям убраться с дороги. Капитана заполняет ужасное предчувствие. Водитель замечает его приближение, ухмыляется с фанатичной яростью и останавливает тележку посреди пещеры. Брустый плотно прижимает болтер к плечу. Сетка целеуказателя фиксируется на центре тяжести человека. Она мерцает красным, ожидая смертоносного выстрела. Мужчина встает и вопит во весь голос, высоко поднимая винтовку и кинжал с черным клинком. «Услышьте слово Ларгара». Больше он ничего не успевает сказать. Массо-реактивный снаряд Брустая разносит ему грудь и всю верхнюю часть тела влажным взрывом мяса. Люди приседают за укрытие, освобождая проход Брустую, пока его воины приближаются к нему. «Назад!» — кричит Брустый, ударом ноги сбивая останки мертвеца с водительского сидения и сбрасывая коробки с задней части тележки. Как он и опасался, под ними что-то спрятано. Длинная, грубо сработанная трубка из толстого металла. На обоих концах — сварные швы. Оттуда торчит множество закрытых разъемов, электробуферов и ложных проводов. По ту сторону панели из кристалл-флекса Брустый видит пару полированных стальных ящиков с символикой своего легиона. Его доспех фиксирует жгучий скачок радиации, но больше Брустый не успевает получить никаких предупреждений. Спустя секунду украденные ядерные заряды взрываются, заполняя пещеру атомным огнем, распространяющимся по всему убежищу СВ-427 Проксор, и убивающий все живое внутри. Это первая бойня из трех, которая в одну ночь уносит жизни двух миллионов гражданских. 10. Винтана до сих пор забавляет, что его поспешная пометка на карте из ващеной бумаги стала синонимом защитников Калта. Когда ланшир был разрушен орбитальными батареями, обороняющимся потребовалось место сбора. Почти все информационные машины планеты погибли, и Винтан сделал пикт-скан своей карты, на которой отметил точку сбора черным пеплом. Этот скан разослали на все гражданские пикт-приемники и планшеты легиона в окрестностях ланшира, и оплот сопротивления получил имя Аркология-10. Два торопливых перекрещенных мазка по карте, и географический элемент стал частью истории, символом сопротивления и талисманом перед лицом врага. 11. В пещерах царит полумрак. Расход энергии тщательно контролируется. Немногочисленным адептам механикума еще предстоит стабилизировать связь с геотермальной сетью в сердце Калта. С кирпичных опор на скрученных кабелях, словно джунгливые ляны, свисают мерцающие осветительные сферы в защитной обрешетке. В такой близости от поверхности архитектура носит военный характер, но с каждым подуровнем становится все более гражданской и практичной. На стенах вытравлены символы 10, высотой в несколько метров. Еще сотни на каждой арке и перемычке. Среди них Винтан видит настенные рисунки, змееподобных существ с темными крыльями и клыкастыми постями. Драконы. Он отмечает, детское исполнение выцарапано к линии и гадает, не изобразили ли эти ужасы на стенах, чтобы прогнать их прочь. Это воспоминания о чудовищах, вызванных гнусными сделками несущих слова, или же образы из кошмаров, которые нередки после нападения. Новости об операции Винтана уже достигли аркологии 10, и возвращение 4-й встречают ликованием и громким ура. Тысяч гражданских, собравшихся на обширных подуровнях. Кто-то выкрикивает слово «Спаситель», и вопль подхватывает множество обитателей пещер. Он следует за воинами по уровням, пока они спускаются все глубже и глубже в скальные горизонты Калта. Сиденс ждет их у прохода на административные уровни. Его кобальтово-синий доспех чист и отполирован. Некоторые в Легионе дали обет не счищать пыли крови, пока Калт не будет отбит. Но Лирос Сиденс, как и Винтан, хочет показать несущим слово, что ультрадесантники все еще царственные короли-воины МакКраги. Никакое предательство и несчастье никогда этого не изменят. Однако даже Сиденс нанес на наплечник черный знак 10, аккуратно вытравив его между изогнутых боков мраморной ультимы. Выглядит как номер ордена или ротное обозначение, но имеет гораздо более важное значение. Ты делаешь себе имя Рэм, говорит Сиденс, пока позади продолжается скандирование. Я здесь ни при чем, Лирос, откликается Винтан. Тут повсюду видна твоя рука. Сиденс пожимает плечами и стискивает запястье Винтана. Немного надежды и славы никому не повредит. Винтан не отпускает руку Сиденса. Я хочу, чтобы это прекратилось. Почему? То, что ты делаешь, дарит людям надежду. Я не спаситель, произносит Винтан. И мне не нравится подтекст этого слова. Тебе и не надо любить его. Нужно просто терпеть, говорит Сиденс. Разворачивается и направляется по рампе в пещеру. Идем. Сервер ждет тебя в ультимусе. Войну за Калт координирует с самого нижнего уровня аркологии 10. Из пещеры, которая выжжена в литосфере мелтобурами и сейсмическими зарядами. Под жилыми, машинными и гидропоническими уровнями находится окруженный сплошной скалой купол около 3 км в диаметре. От центра которого отходит множество ветвящихся коридоров, подгалерей и переплетающихся тупиковых ходов. В самом сердце стоит сооружение из полированного мрамора и стекла. Утилитарное, если смотреть сбоку, но выполненное в виде символа 13-го легиона. Нижние уровни покрыты бронеплитами. А технодесантники на носорогах типа Тектон трудятся бок о бок с адептами механикума, создавая подобие опорного пункта. До вторжения зданием владел торговый картель, основанный во времена приемного отца Желемана. Оно называлось Арка Конора, но теперь известно как Ультимус. Налаженная инфраструктура и мощные инфомашины, созданные для координации второстепенных действий по всем 500 мирам, делают его идеальной базой для управления наступательными операциями против оставшихся несущих слов. Подобные сооружения жизненно важны. Однако в первую очередь ценен опять же символизм сооружения. Ультимус окружен сотнями временных построек, излишки населения сверху. Из ланшира спаслось столько беженцев, что верхние уровни оказались быстро переполнены. И у Вентана не осталось вариантов, кроме как позволить ставить жилые помещения вокруг своего командного поста. Ему это не нравится, но выбирать не приходится. Людям просто некуда больше идти. До беженцев уже дошло известие о возвращении воинов, и люди собираются на краю прохода, ведущего к воротам Ультимуса. Они ликуют, машут руками и хлопают. Они выкрикивают имя Вентана и снова называют его спасителем. Капитан сохраняет на лице нейтральное выражение, но замечает, что Сиданс веселится. «Может, тебе и не нравится подоплека, но спаситель Калта неплохо звучит», — говорит Сиданс. «Помяни мое слово, это прозвище пристанет». «А как они назовут тебя?» «Еще не решил», — ухмыляется Сиданс. «Но когда все кончится, у нас у всех будут прозвища». Вентан идет дальше. Он знает, что Сиданс прав. Но его все равно раздражает наброшенная на него мантия спасителя. Ему неприятно возвеличивание и несколько теологический подтекст, но у Капитана хватает благоразумия понять, что теперь он уже никак не помешает распространению. «Так ты скажешь, — интересуется Сиданс, — что именно? Что ты в конечном итоге оказался прав, а я ошибся». «Нет нужды», — отвечает Вентан. «Правда самоочевидна. Мы убили шестьсот несущих слова, не потеряв ни единого воина». «Да, весьма впечатляет», — соглашается Сиданс. Прикладывает два пальца к колбу и прищуривается, словно находясь в Франции. «Я вижу в твоем будущем множество лавров, великие статуи и имя, которое разнесется в веках». Вентан позволяет себе слегка улыбнуться. «Если еще раз воспользуешься этими психическими силами, я тебя пристрелю». Сидан смеется, отворачивается от Вентана и обращается к двум сержантам позади. «Барка, Селатон, отличная работа!» Сержанты согласны с его словами, но молчат. Вентан поднимает глаза и видит, как к ним приближается сервер Таурен со своей новоприобретенной свитой лекс-механиков, калькулюс-логи и инфосавантов. Капитан до сих пор вникает в нюансы человеческого взаимоотношения, необходимость, вызванная частыми контактами с жителями Калта за последние недели. Он уже познакомился с гибридными машино-телесными выражениями лиц-механикумов. Таурен обладает фантастическими особенностями, обычными для жрецов механикума, беспристрастностью, замкнутостью и отчужденностью, которые некоторым кажутся холодностью. Однако сейчас Вентан не видит ни бесстрастности, ни отчужденности. На лице Таурен видны бездны совершенно человеческого отчаяния. «Что-то произошло?» – спрашивает Вентан. «В чем дело?» «СВ-427 Проксор больше нет», – говорит Таурен. «И еще двух». «Нет?» – переспрашивает капитан. «Что это значит?» «Это значит, что на их месте сейчас радиоактивные воронки шириной в сотни километров», – отвечает Таурен. «12. Теория. Лишить несущих слова возможности перегруппироваться. Практика. Дать эту возможность защитникам Калка. Результат. Снова вернуть ультрадесант в бой против магистра войны. Таковы первоочередные директивы, которыми руководствуется 13-й легион. Однако знать их и выполнить – две совсем разные вещи. Вокруг центрального планшетного стола в сверкающем конференц-зале, являющегося сейчас командным центром Калка, собрались мужчины и женщины, от которых Вентану нужно, чтобы они притворили теорию в рабочую практику. Сиданс и Урат стоят плечом к плечу. Собрат капитан из 4-й роты на полголовы выше сержанта 39-й. Хотя суровый Урат и младший Сиданса по званию, но именно он дал новую цель разобщенным выжившим из роты Сулла. Вентан позаботится, чтобы его за это повысили до капитана. Сервер Таурен переговаривается со своими марсианскими Акалитами. Вентану этого не видно, однако он знает, что вокруг их голов в занавесах инфосвета гудит Марьева ноосферной информацией. Сервер перебирает руками невидимые данные. Позади нее стоит устрашающий предводитель клана Скитария. Он огромен и выглядит примитивным. Его стойка совершенно не похожа на спокойную позу керамики. Он явно занимает гораздо более низший чин в боевой иерархии. Конечности покрыты металлом, а на нижней половине черепа зубастый металлический капкан, похожий на челюсть зеленокожего. Полковник Хамадри сверяется с инфопланшетом. На ее лице выражение холодной решимости. Ее сын служит в 61-м Нуминском, но ей неизвестно, жив он или мертв. Статистическая вероятность предполагает второй вариант. Но пока гибель не будет подтверждена, Хамадри будет считать его живым. Это хорошо. Вентану необходимо иметь рядом с собой людей, способных сохранять надежду вопреки всему. Напротив Хамадри стоит капитан Вольпер Улиет из 77-й дивизии в поддержке Ингениума. Крепко сложенный квадратный офицер, который за 50 лет службы ни разу не покидал Калта и не бывал в бою до последних недель. На первый взгляд он не годится, чтобы присутствовать у командного стола. Однако Вентан смотрит не на послужной список, а на действия во время первой фазы атаки. Пока остальные пребывали в ошеломлении от нападения несущих слова, Улиет отреагировал моментально. Через 4 минуты после начала атаки батальоны строительных машин и землеройной техники уже сооружали редуты и защитные валы вокруг главных ворот центральной аркологии Ланшира. Это тоже хорошо. Вентану нужны люди, способные быстро реагировать. Ингениум Субяка стоит возле Таурен, и очевидно, что ему приятно находиться рядом с адептом Механикума. Субяка обладает лишь незначительной аугметикой, которую можно легко снять и почитает как героев тех, кто столь тесно общается с богом машиной. Анкрион сообщает Вентану, что Субяка славно трудится в туннелях, обеспечивая безопасность множества потенциальных входов в аркологию 10. Человек изможден, но отказывается отдыхать. Все смертные относятся к третьей степенным силам, резервистам или подразделениям, отправленным в тыловой эшелон. Большинство было укомплектовано новобранцами, солдатами, которых специально готовили к кампании против всеновладений Гаслакха. Оказавшийся, как теперь понимает Вентан, совершенно надуманный. Когда Солнце умерло, в порту Ланшира остались только те силы, которые грузились последними, новые полки, инженерные подразделения или группы логистической поддержки. Почти никто из них не подготовлен для передовой. Сиданс снова и снова говорит Вентану, что они не готовы к тому, чего он просит. И похоже, что резкое освещение зала только подтверждает это. Все лица измучены и напряжены от утраты и шока. Сиданс прав, они не готовы, но Вентан верит, что предательство отточило ранее неизвестные грани, а пустошение наверху очистило их от беспечности. До того, как Вентан сделал Аркологию-10 своей опорной базой, он кроме воинов Легиона ни с кем лично знаком не был, но теперь знает всех. Капитан заставил себя изучить их сильные и слабые стороны, а также все человеческие недостатки, которые должен учитывать в своих планах. Некоторые полагают, будто он впустую тратит время, пытаясь понять смертной, но Вентану виднее. Сейчас космодесантники могут взаимодействовать со смертными, только понимая их. Сервер произносит Вентан, дайте мне информацию. Таурен кивает, и под кожей ее пальцев начинает мерцать свет, пока она управляет планшетным столом при помощи гоптических жестов. На столе возникает нарушенная помехами голограмма гигантской воронки шириной в сотни метров, которая заполнена дымом. Она омрачает пейзаж, и так будет всегда. Блуждающие тепловые потоки и атомные вихри перемещают мозаично-пиксельные облака испарений размером с города. «Вы все слышали новости о СВ-427 Проксор», — говорит Таурен. «И о других», — отвечает полковник Хамадри, — «на ее исхудавшем лице пятна от незалеченного радиационного ожога. Прошлой ночью мы потеряли более двух миллионов человек. Головы кивают. Смерть таких масштабов слишком ужасна, чтобы пытаться осознать случившееся». Такое громадное число сложно представить, оно чересчур огромно для восприятия. Хамадри — полковник Ауксилии обороны. Она молода по меркам этого звания. Винтан видит, что женщина отважна и в грядущие годы сыграет важную роль. Хамадри удерживала свои подразделения на поверхности, сколько это было возможным, чтобы дать как можно большему числу беженцев попасть в аркологию. «Мы знаем, что произошло», — интересуется Сиданс. «СВ-427 Проксор был складом боеприпасов для орбитальных платформ и боевых кораблей легиона», — говорит Таурен. «Судя по электромагнитным показателям и зафиксированным мощностям трех взрывов, вероятнее всего, что вражеские лазутчики смогли модифицировать и взорвать несколько боеголовок, хранившихся там циклонных торпед». «Как это возможно?» — требовательно спрашивает Хамадри. «Это оружие находится под защитой механикума. У вас что, нет систем безопасности для предотвращения подобных ситуаций? Они мертвы по вашей вине». Таурен явно больно слышать обвинения Хамадри. Она сдавливает кромку планшетного стола так, что белеют костяшки. Голографические облака в ответ наклоняются в ее сторону. «Довольно, полковник!» — произносит Винтан. Его интонация не допускает возражений, однако Таурен поднимает руку. Она не нуждается в его защите, — отвечает Хамадри с заметным спокойствием. «Да, у нас есть ритуальные протоколы для предотвращения подобных проникновений, но системная порча, привнесенная в планетарную ноосферу, нарушила многие из наших литургических систем безопасности». «Я думала, ваш кот-убийца избавился от нее», — говорит Хамадри. Таурен кивает. «Да, кот-убийца мага Сахеста выжег вражеский мусорный код огненной бурей цифрового опустошения, но очистка была неизбирательной. После восстановления командных полномочий многие из наших систем оказались выведены из строя. Их продолжают восстанавливать до сих пор». «Так это может случиться снова?» — спрашивает Улиет. «Я лично проверила протоколы безопасности всех остальных хранилищ оружия», — говорит Таурен. «Я спрашивал не об этом», — замечает Улиет. «Об этом», — отвечает Таурен, — «и ее уверенность физически ощутима». Улиет кивает, вопрос улажен. «И как мы ответим на это зверство?» — спрашивает Сиданс. «За это ублюдки должны как следует получить». Все согласны со словами Сиданса, и Вентан видит на каждом лице жажду мести. Он вспоминает, как собрат-капитан твердил ту же карательную мантру во время прибытия в Лептийну Мин. «Это естественное и совершенно понятное желание отплатить за причиненный ущерб, но сейчас оно столь же безрассудно, как и тогда». Вентан наклоняется вперед и опирается обеими руками на край стола. «Мы ответим тем, что выживем и закончим бой», — говорит он. «Продолжим координировать те силы, которые сохраняют боевую эффективность, и разработаем практическое решение для этого. Тех, кто погиб в Проксоре, больше нет, и никто не вернет их обратно. Скорбите, когда Кал станет свободным, но пока вы находитесь в этом зале, то все находитесь в моем распоряжении. Поймите и примите это, или же уходите». Его слова встречены гробовым молчанием. Они терпеть не могут его холодную объективность, явное отсутствие заботы о мертвых. Вентану безразлично, одобряют ли они его. Однако он должен дать им что-то, какую-нибудь искру, чтобы разжечь в сердцах пламя. Ему плохо даются подобные слова, но это лучшее, что может сделать капитан. Несущие слова заплатят за это, но война будет выиграна не наскоком, а трезвым расчетом и твердой практикой. «Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых. Повторяйте за мной». Молчание продолжается. «Повторяйте за мной», снова произносит он. Головы склоняются, кулаки прижимаются к сердцам. «Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых». Тринадцать. Над ланширом воют радиоактивные ветры, от которых в шлеме раздается сердитый треск. Показания счетчика высоки, однако боевой доспех может выдержать несколько дней такого напора, прежде чем системам потребуется время на перезарядку. Малок карта смотрит в небо, пронизанное ядовитым полярным сиянием и гнетущими радугами звездных радиоактивных осадков. После пролившегося на Калк потока экзотических частиц и тяжелых металлов планета будет загрязненной пустошью, пока ее светило, наконец, не выгорит и не поглотит всю варидийскую систему. Насколько известно, карта, это может произойти через миллионы лет или же завтра. Ему все равно, он уже никогда не вернется на Калк. Столь дерзко стоять на поверхности рискованно, но силы, которым он верен, меньшего и не требуют. Вокруг царит опустошение, тянутся руины мертвого города, искореженная сталь, раздробленный пермакрит и битое стекло. Повсюду разбросаны перевернутые танки и транспортировочные контейнеры, которые выпали из разорванных чрев грузовых кораблей, силившихся попасть на орбиту. Среди разрушения, завершая величественную процессию, стоит бронзовая статуя, теперь густо покрытая серым пеплом. Это героическое олицетворение смертного, который вырастил Желемана как родного сына. Конор, первый король воин Маккраги. Вокруг изваяния лежат груды тел, словно обреченные жители Леприума верили, что его наследие может как-то уберечь их от расправы. Карта жаль, что они так и не узнали истину о божественных хозяевах галактики. Над развалинами, словно часовой, стоит разбитый титан Императора. Внутри погнутого панциря и между ног дуют горячие, насыщенные нейронами вихри. Грудные бойницы взорваны, половина головной секции отсутствует. С накренившегося корпуса медленно падает серая пыль, но невозможно определить, была ли машина верна гору или же Императору. Наш или их, спрашивает Холл Велов, выходя из-под прикрытия полуразрушенных плит пола и рифленок секций крыши. Командующий воспринял свой долг учинить резню со всем пылом, которого можно ожидать одного из сынов Ларгара. Уничтожение гражданских убежищ оживило его, и тело наполнено силой от прикосновения кровавого. Он полагает, будто смертей банальных смертных хватит, чтобы спасти его. И от этого губы карта кривятся, со смесью веселья и презрения. Кто знает, отзывается темный апостол. Сейчас это едва ли имеет значение. Его можно использовать, обратить против тринадцатого. Карта пораженно качает головой. Холл Велов ошибочно принимает это за ответ. «Думаю, он слишком сильно поврежден», произносит командующий. Смешно, что этот глупец думает, будто на калке еще идет война, которую нужно выиграть. Несущие слова уже добились победы, и судьба этой скалы не играет никакой роли. Да, ультрадесантники не были настолько посрамлены, насколько этого хотел Корфайрон. Однако они сломлены, как боевая сила, истощены. Они будут расходовать силы, чтобы отбить мир, утративший значение. Скорее всего, Ларгар уже забыл про калк. Силы с той стороны Великого Ока смотрят на Золотого, и сожжение ультрамара лишь начало его грандиозных планов. У Малака Карта есть собственные амбиции. То, чем он здесь занимается, просто следующий шаг по пути к славе. Он уже чувствует, как во тьме движется его безымянная тень. Чернильно-черный левиафан, который пожирает миры и уничтожает целые биологические виды ради собственного мимолетного развлечения. Темный апостол ощущает, как существо даже сейчас охотится за новой добычей, смертными, сумевшими спастись с калта каким-то невозможным способом. Рука скользит по стеклянной поверхности варп склянки. Он чувствует, как рептилия извивается от голода. На кого бы они ни охотились, добыча должна быть по-настоящему особенной, раз вызвало такое удовольствие у создания, чьи размеры выходят за пределы человеческого понимания. «Нам не следует тут находиться», вклинивается Холвелов в размышления темного апостола. Командующий смотрит в открытое небо. Он ощущает себя слишком беззащитным, чтобы насладиться насыщенными цветами агонии. «Ты видел, что случилось с Ланширом?» «Видел», — соглашается карта. «Это было поразительно, и все же мы будем ждать». «По твоей милости нас всех убьют», произносит Холвелов и погружается в тревожное молчание. Без армии Холвелов остро ощущает себя уязвимым, но вывести на поверхность такое количество людей означает уже через считанные мгновения навлечь на себя гнев орбитальных орудий ультрадесанта. Кроме того, думает карта, братство вскоре послужит куда более великому делу, оставаясь на месте. Темный апостол долго гадал, подбирая сопровождающих легионеров. Лишь самые смертоносные воины могут надеяться остаться в живых, чтобы достичь цели. Лишь самые преданные и безжалостные. Мало кто столь тверд в вере, как Эреяш Кигал. Закованный в покрытую боевыми шрамами терминаторскую броню, Кигал на голову выше карта. На выпуклых наплечниках и плите нагрудника пляшут статические разряды и облученная пыль. Каждый кулак заканчивается молниевыми когтями. На шлеме в виде демонической морды теперь два закругленных рога. Рядом с Кигалом стоят шестеро воинов в таком же облачении, вооруженные комби-болтерами, молниевыми когтями, цепными кулаками и энергетическими боевыми молотами. У них на наплечниках знаки Актета. И карта нанес на покрытые рубцами лицевые щитки всех ветеранов свою личную эмблему. Над всеми возвышается безмолвный дредноут. На именной пластине саркофага, которого вытравлено Зугунара. Карта ничего неизвестна об этом воине. Какие бы остатки плоти не хлюпали раньше в амниотической слизи, теперь их поглотила глубокая, как пустота, тьма с зубами и глазами. Огромная боевая машина уже не просто дредноут, а ночная тварь с железными кулаками. «Так чего мы ждем?» спрашивает Холвелл, расхаживая туда-сюда, в тени почерневшего от копоти завода попрессовки металла. «Носителей могучего дара» произносит Карта, увидев, как среди руин движется пыльное облако. Над пепельными останками сокрушенного города глухо разносится заклебывающийся кашель работающего двигателя. Холвелов тоже это слышит, и его рука тянется к увенчанному короной Эфесу меча. «Ультрадесант?» спрашивает он. «Нет». «С чего ты так уверен?» «Потому что мы еще живы», говорит Карта. И в поле зрения появляется широкая промышленная машина с кузовом сзади, которая низко проседает на подвеске, с трудом двигаясь из-за груза. Крыши привязаны останки распятого скелета. Тело сохраняет целостность только благодаря покрытым рытвенами и изъеденным коррозии пластинам панцирной брони и обрывкам формы. На костях не осталось плоти, они выбелены до пепельного оттенка. «Майор Кадин, полагаю,» произносит Карта с гортанным смешком. Холлвелов странно смотрит на него, но темный апостол не спешит удовлетворить любопытство командующего. Хотя Карта и отмахнулся от опасений Холлвелова, он смотрит вверх в поисках признаков того, что их обнаружили. Он тщательно выбирал момент. Удары электромагнитной бури скрывают эту часть города от геосателлитов над головой. «Идем», — произносит Карта, и они с Холлвеловом выходят из-под прикрытия здания. Терминаторы Кегала и Зугуннера следуют за ними среди обломков раздавленного мегаполиса. Война повергла сооружения, которые создавались устойчивыми к землетрясениям, огню и наводнениям. И это зрелище доставляет Карта огромное удовольствие. Машина с хрипом движется им навстречу и, наконец, останавливается в тени статуи Коннера. Синяя краска осыпалась хлопьями, как будто ее выжгли изнутри. Голый металл рамы и панелей уже коррозирует. Терминаторы наводят спаренные стволы своего оружия на водительское окно. Карта слышит сквозь издаваемый городом скорбный стон стали и сухой шелест ветра, гудение лазерных целеуказателей и моторов дальномеров. Пассажирские двери машины открываются, и Карта чувствует насыщенный аромат разлагающегося мяса. Из кабины выскакивает человек с меткой братства, и темный апостол видит на нем метку смерти. Тот носит ее с гордостью, превратившись в груду гниющей плоти. Из раздутых пор, покрывающих каждый видимый сантиметр кожи, сочится млечная жидкость. Глаза желтого цвета пронизаны лопнувшими капиллярами и практически слепы из-за катаракт. Увидев, что на человеке вражеская форма, Хол Велов обнажает меч. Он еще не понял, что это один из их людей. Из двери напротив появляется другой околит братства, которого постигли еще худшие невзгоды. Из всех пор льется кровь. Каждый порыв вгонимый ветром пыли сдирает плоть с костей. Сквозь искореженное стекло крыши Хол Велов видит третьего человека. У того облезла кожа с черепа. Он смотрит на темного апостола незрячими глазницами, которые залиты жидкостью. Руки срослись с рулевой колонкой в странном биологическом симбиозе. Терзаемого, невыразимой мукой слепца привели сюда темные монархи Варпа. Хол Велов протягивает руку внутрь машины и срывает с формы водителя опознавательную эмблему. Вместе с ней отделяется кусок влажного мяса, который шлепается в пыль. Командующий смотрит на символ и ему требуется секунда, чтобы понять. Карта идет вокруг машины туда, где умирающие люди откидывают тяжелый брезент. Хол Велов появляется рядом, когда становится видно оружие, за которым они явились. Оно имеет форму сферы и меньше размером, чем ожидал Карта. Метр в длину, включая защитный металлический кожух. Поверхности гладкие, синей краски больше нет и корпус приобрел тускло-серый оттенок, совсем как былой цвет несущих слова. На боку вытравленный кислотой недвусмысленный предупреждающий символ. Кольцо, из середины которого выходят три разветвляющихся луча, образующих расположенные треугольником круги. В древнейших дней это был знак силы стихии, неосознанное воплощение ужаса перед чумой, пребывающего в сердцах и умах смертных с рассвета времен. Холл Виллов поднимает эмблему водителя. Эти люди покинули убежище Проксор, пока оно еще не было уничтожено. Именно так соглашается Карта. На них падает тень Зу Гуннера. Дредноут извлекает боеголовку из транспортного отсека. Она тяжелая и машина заметно приподнимается из пыли. Люди, чья плоть сползает с тел, будто серая ткань, испускают вздох удовольствия. Это то, что я думаю, спрашивает Холл Виллов. Карта кивает. Он чувствует, как варп склянка на бедре извивается от волнения. После получения этого оружия всеобщего уничтожения его единение с нематериальным существом становится еще ближе. Карта ощущает его сопротивление. Оно хочет закончить охоту, однако их слияние предначертано судьбой «Мы не можем сражаться с ультрадесантниками по общепринятым правилам», говорит Карта. «Теперь мы, как катачанские дьяволы в бутылке, каждый может убить другого, но лишь рискнув собственной жизнью. Терминаторы наводят оружие на воинов братства. Мы будем сражаться иначе», говорит Карта. Умирающие люди падают на колени и с благодарностью разводят руки. Светятся обнажившиеся кости. Сквозь ползающую плоть влажно блестят ребра. Отрывистые выстрелы рвут растворяющиеся тела на куски взрывами гнилой материи. Горящие куски мяса разлетаются по окрестным зданиям. Эреяшки галл закрепляет на машине мелтозаряды. Не должно остаться никаких следов, которые могли бы обнаружить геосателлиты. Яростный жар испарит грузовик и уничтожит все признаки биологической порчи. Ультрадесантники не должны получить предупреждение о новой угрозе. Появившийся «Как ты намерен это использовать?» интересуется Холл Велла. «А как ты думаешь?» произносит Малок Карта. «С его помощью я собираюсь убить Калк». 14. Световая дымка висит над поверхностью планшетного стола, словно низкий туман. Проплывающие пылинки попадают в рассеянное свечение голопроекторов, создавая мерцающие сбои рефракции на выведенной карте. На ней отображается поверхность Калта, окрашенная оттенками зеленого, коричневого и желтого. Символы, отображающие позиции ультрадесантников и их союзников, выделены золотом и синим. Известные позиции несущих слова и культистов красным цветом врага. Больше всего винтана беспокоит два сочно-красных значка. Один посреди фабрик к северу от Ланшира, другой в Урбаник Радиал. Как часто геосателлиты проводят авгур сканирования поверхности, интересуется Сиданс, и Таурен приближает вражеские дружественные значки. Над каждым возникают временные отметки. Самому новому шесть часов. Доступ к орбитальным авгурам все еще нестабилен, говорит сервер, поворачивая карту мысленными импульсами при помощи вставленных в стол кабелей БМУ. Большинство геосателлитов было выведено из строя в первые мгновения атаки. Немногие уцелевшие прикреплены к орбитальным боевым платформам, чтобы предупреждать нас о любых наземных перемещениях сил несущих слова. Как часто повторяет Урен? Пока возможности ноосферы ультрамара не усилят более мощными инфомашинами, она в состоянии справляться только с таким объемом входящих данных. Это долго, произносит Хамадри. Долго, бросает Сидон, скачая головой. Да это целая вечность. Карта бесполезна. Рэм, мы не можем строить теорию, не говоря уже о практике, на данных, которым десять часов. Шесть часов, замечает Вентан. Да, да хоть шесть, хоть десять минут, от этого не легче, говорит Сидон. Карта точна настолько, насколько это позволяют обстоятельства, отвечает Таурен, уменьшая масштаб. Лирас, ты упускаешь из виду одно обстоятельство, произносит Вентан. Да, и какое? Сегодня золотых значков больше, чем вчера. С каждым днем наши силы растут. Несущие слова не могут рассчитывать на подобные. Сервер, с кем из лоялистов вы наладили контакт со времени прошлого обновления. Подтверждено еще 13 подземных убежищ и закрытых пещерных систем, отзывается Таурен. И новые добавления подпрыгивают на карте, словно непоседливые дети. Две недели назад мы были разбиты и находились на грани уничтожения, говорит Вентан. А теперь мы координируем действия с почти 40 тысячами братьев по легиону, четвертью миллиона солдат армии и структур механикума, а также с 16 машинами Легио Титаникус. С каждым днем мы все ближе к тому, чтобы стать единой силой. Несущие слова сами по себе, у них нет никакой надежды на помощь. Они бьются просто чтобы выжить, но мы сражаемся за Калк. Вентан раскидывает руки, обводя золотые значки на столе. Капитан видит, как вновь появляется надежда. Его слова сулят победу, но все думают, будто война будет выиграна за считанные месяцы. Будто несущих слова будет легко выбить Скалка. Они ошибаются, и Вентану нужно привнести за стол сурового реализма. Используя ручное управление, он подсвечивает область карты, где находятся два наиболее тревожащих его значка. Он работает ручками настройки, возникают мерцающие символы, размещение сил и идентификаторы подразделений. Данные неполны и устарели, однако в сочетании с тем, что он видел своими глазами их достаточно. Командующий несущих слова по имени Федорал Фелл устроил крепость в северных фабричных районах, произносит он. Ахол Велов, полководец, который разорил ланшир, перегруппировался под радиалом Ураник. Похоже, что Велов занял опорную позицию, так что сейчас его можно сбросить со счетов, однако мы не можем позволить Феллу создать надежную базу на севере. У тебя есть план, интересуется Сидонс, которому не терпится броситься в бой. Есть, ухмыляется Вентан. Пойдем на север и прикончим ублюдка. 15. Туннели, которые окружают Ингениума Субяка, сумрачные освещаются невидимыми для него пляшущими огнями. У всех проходов признаки естественного происхождения, однако столь совершенные и геометрически правильные очертания могут быть лишь у чего-то искусственного. Подземные сооружения Калта видятся Ингениуму Раем, местом, где сливаются геология, инженерная мысль и искусство. Мало в каких подземных пещерах он не побывал, не составил карту и не разработал огромные схемы их сообщения. Целая подземная планетарная экосистема, самоподдерживающаяся и самосохраняющаяся. Его замыслы осуществляются даже здесь. Большинство крупных подземных убежищ разослали для внедрения его планы, концепции и практические методики. Пещера поблескивает серебром, что указывает на восточную аркологию. С влажных стен капает вода. Ингениум Субиака никогда не боялся одиночества. Он обретал покой в моменты тишины, который проводил у чертежного планшета, в техническом либрариуме или же погрузившись в конструкторские теории великих мыслителей былых эпох. Ему нравится проводить время с друзьями и семьей, однако он понимает, что быстро доходит до состояния, когда хочется побыть одному. Ближайшие знакомые знают про эту его особенность и умеют распознавать признаки рассеянности и зарождающейся раздражительности. Они учитывают это и Субиака благодарен им за то, что понимают и принимают этот изъян его характера. Субиака наслаждается одиночеством и возможностью погрузиться в работу. Но это нечто совершенно иное, он абсолютно один. Других людей не просто нет, их вообще не существует. Ингениум Субиака с полной отчетливостью понимает, что он единственный живой человек на Калтии. Ингениум не знает, где находится и не помнит, как пришел сюда. Каждый вход в пещеру зияющая бездна, путь к кошмару или проход к какому-то древнему ужасу, который был заперт в минувшей эпохе, а теперь может свободно выбраться на поверхность. Субиака не боится пещер и их исследования. Он проскальзывал сквозь самые узкие трещины и протискивал свое жилистое тело в самые недоступные из пещерных систем, какие только бывают на этой планете. Но эти разверзшиеся входы пугают его больше, чем что бы то ни было. Он не в силах их сосчитать. Кажется, что при каждом перемещении его взгляда пещера перестраивает свои стены, а зачерненные зевы проходов сжимаются, внешне оставаясь неподвижными. Субиака чувствует исходящее из ближайшей пещеры жаркое дыхание и пятится назад. Какой путь ведет на поверхность, есть ли выход вообще? Ингениум не находит пометок, оставленных первыми исследователями для того, чтобы помогать заблудившимся находить дорогу обратно на поверхность. Как будто в эту пещеру никогда не заходили жители Калта. Откуда-то доносится смех и Ингениум разворачивается. По стенам гоняются друг за другом тени. Из трещин в полу словно дыхание поднимаются струйки пара, однако в них нет тепла. В сущности пещера похожа на складской холодильник. Дыхание образует туман в воздухе и Субиака видит, как на свисающих скальных выступах возникают потрескивающие ледяные кинжалы. Это не по-настоящему, произносит он. Наконец-то сделав интуитивный скачок к пониманию, что спит. Однако Субиака хватает ума, чтобы понять, что понять и проснуться две разные вещи. В пещеру просачивается оранжевое свечение, мерцающее далеким огнем. Субиака вспоминает обрывочный текст, который привезли на Калт с самой Терры и которому якобы было десятки тысяч лет. На запечатанных в стазисе страницах говорилось о месте глубоко под землей, куда после смерти отправляются все дьяволы и злодеи мира. Утверждалось, что это обитель огня и страдания. Когда у Субиака над головой было небо, а в лицо светило солнце, он фыркал над подобными древними суевериями. Но в этом мраке его животное нутро сжимается от страха. Глубинное пламя становится жарче, и стены пещеры начинают растекаться каплями. Материя расползается, как будто они сделаны не из твердого камня, а из воска. Вся пещера распадается и исчезает так быстро, как может только неприкрытая фальшивка. Стены рассыпаются хлопьями и шелушатся, словно шлак в огне. Потолок осыпается дождем пропитанного кровью пепла. Под восковой ширмой раскачивающаяся переплетение железных планок и беспорядочно расставленных опор. Это безумное сооружение не смогло бы выдержать в ту сторону, забывающая абсолютная пустота. Нет, там не пустота, совсем не пустота. Там движутся невообразимо огромные силуэты, левиафаны, которые вышли за пределы жалких категорий этого слова. Субяка в ужасе, что между ним и чудовищами находится лишь эта хрупкая решетка. Он пятится от ближайшей сетки, когда перед ним моргает громадный глаз. Субяка осознает, что это глаз лишь тогда, когда зрачок размером с небольшую луну расширяется, заметит, его. Сооружение вокруг содрогается, и ударные волны расходятся до самых дальних уголков пещеры. До слуха ингениума доносится стон стали и скрижещущий виск металла о металл. Слева что-то разламывается, и Субяка слышит тук-тук-тук стальных когтей по железным планкам. Слышит, как те гнутся и раздвигаются в стороны. Откуда-то раздается кудахчущий смех. Его источник может находиться в тысячи километров или же прямо позади. Субяка не дожидается, когда это выяснится, и начинает бежать, надеясь, что в противоположном направлении. Он слышит скрежет, покрытых металлом тел, протискивающихся в дыры, которые слишком малы для невероятных габаритов. Слышит крики боли и голодный вой. Ингениум продолжает бежать, благоразумно не оборачиваясь, чтобы посмотреть, что же за ним гонится. Единственное, что ему ясно, нужно убираться. Он бежит, а вокруг разносится звук, издаваемый сотнями полированных стальных клинков. От них сыплются искры, которые озаряют рушащуюся реальность с робоскопическими вспышками и порождают тени от деформированных конечностей, раскрытых челюстей и потрошащих плыков. Субяка кричит, услышав, как из-за решетки в обваливающуюся систему пещер пробиваются еще тысячи аморфных тварей с клинками. Если они его схватят, то убьют, но он боится, что после этого будет еще хуже. А потом впереди чудо. Огромная адамантиевая дверь, громадный портал, который заслуживает и несомненно носит более точное название врата. Лишь они уцелели в растворяющейся пещере и сохранили целостность перед лицом порчи извне, которая уничтожает все, с чем соприкасается. Врата черные и блестящие, сложенные из циклопических блоков титанического камня, добытого в глубинах лишенного света океана. По центру врата запечатаны огромным золотым кругом, на котором начертана сложная алхимическая и математическая формула. Заводной ангел. Это древняя загадка, однако она известна субяка. С четкостью, которую способен породить только ужас, Ингениум понимает, что решение откроет врата. В центре великой печати располагается вычурная клавиатура из меди и гагата. Пальцы быстро тычутся в черные кнопки. Шестерни вложенные друг в друга диски из блестящего металла разделяются. Замок отпирается и печать расходится посередине. Врата открываются и через просвет между створками льется золотое сияние. Оно лечит и очищает. Оно такое яркое, что от него можно ослепнуть. Субяка прикрывает глаза от лучей и чувствует, как на него накатывается желанное тепло. Позади он слышит вопли зверей с клинками, гнавшихся за ним. Свет смертелен для них. Он сжигает и развеивает темные силы, которые скрепили их тела. Золотое сияние ширится, исправляя повреждения, нанесенные хрупким стенам реальности. Целительная энергия чудесна, порчей запелены бессильно перед ней и убираются обратно за преграды, которые не дают ей вторгнуться в царство порядка и здравого смысла. Свет окутывает Субяка и тот позволяет ему. Его глаза открываются и Ингениум обнаруживает, что над ним стоит жена, лицо которой покрыто морщинами от испуга. Субяка садится и вздрагивает, когда спазм боли простреливает позвоночник. Разборная койка неудобна, но она гораздо мягче, чем скатка на земле. Он видит, что в углу выделенной им комнаты съежилась дождь, натянувшая одеяло на колени. Она глядит на него, расширившимися от страха глазами. «Мне приснился кошмар», говорит он, судорожно выдохнув. «Всем снятся кошмары», отвечает жена, обнимая его и кладя ему голову на плечо. «Неудивительно», произносит он, «глядя на стены квартиры так, словно те могут в любой момент распасться на части и открыть таящийся за ними ужас. Он прислушивается и ему кажется, что слышно слабое тук-тук-тук полированных стальных когтей. «О чем он был?» спрашивает жена. «Твой кошмар». «Не помню», отвечает он. «Ультрадесантники выдвигаются крупными силами. Из аркологии 10 выходят 15 сотен воинов, километровая колонна тяжелой бронетехники. Бронированные двери открываются на залитые синим светом пустоши и мощь легиона, которой достаточно для покорения мира, отправляется на войну. Их возглавляет винтан, занимающий командирский отсек теневого меча. Внутреннее пространство сверхтяжелого танка не рассчитано на пост людей, но он сумел втиснуть громаду своего тела на место, предназначенное для смертного. Внутри сверхтяжелой машины пахнет смазкой, двигательным маслом, потом и тошнотворно-сладкими сосновыми благовониями. Винтан слышит в Оксе болтовню экипажа, но отключается. Ему нет нужды слышать их обмен рабочими репликами, пока нет. Хотя винтан и не верит в Бога машину, он отрывисто кивает символу шестерни с выбитым на ней черепом, который нанесен на переборке рядом с ним. Хоть это и противоречит его характеру, капитан касается изображения кончиками пальцев, не на удачу, а чтобы воздать почести силам механикума, которые помогли вернуть Калдс гранит, Хесту, керамики, Улдарт и тысячам прочих, чьи имена он никогда не узнает. Стучащие ленточные принтеры выплевывают рулоны вощеной бумаги. Данные от Тауренцк агитаторов аркологии 10. Планшет перед винтаном заполняют изображения с геосателлитов. Дымка информации четырехчасовой давности, которая окутывает его, будто вырезанное из хрусталя лицо призрачным охренным светом. Еще через пять часов их наступление дойдет до внешних границ заводского опорного пункта Федерла Фелла. Винтан планирует начать атаку сразу после того, как геосателлиты пройдут над головой и дадут максимально актуальное отображение тактической ситуации. В развалинах перед ними скользит почти сотня лендспидеров, которые сообщают более актуальные данные разведки наземного пространства впереди, оптимальные векторы атаки и поправку к предполагаемому маршруту. Винтану хотелось бы проводить столь важное наступление иначе, но он подозревает, что мало какие сражения и грядущие войны будут проходить в идеальных условиях. Дисплей лишает окружающую винта на местность цветов, но даже в монохромном изображении капитана потрясает кошмарность планетарной бойни. Он непосредственно наблюдал начало опустошения и знает, как это было ужасно. Но то, как выглядит поверхность Калта, является суровым напоминанием, что это поле боя не из тех, которые в конечном итоге возвращаются в лоно природы. Калт навечно останется таким. Ланшир представляет собой развалины стальных островов, многочисленные производственные платформы и здания гильдий превратились в почерневшую пустошь, где блуждают тени. В Нумине ситуация обстоит немногим лучше. Пространство между ними усеяно мусором с поврежденных стратосферных транспортов, расплющенными ящиками для припасов, разорванными бочками и перевернутыми грузовыми контейнерами. Большая их часть раскололась при падении и содержимое разлетелось по многим тысячам квадратных километров поверхности. Винтовки, форма, пайки, обувь, медицинские средства и миллионы прочих предметов, необходимых для ведения военной кампании. Такое ощущение, что здесь прошла дюжина армий, которая побросала всю свою ношу и исчезла. Ничто из разбросанного нельзя спасти. Все уже слишком сильно облучено, чтобы хоть что-то можно было использовать. На равнинах за Нуменом скрипит искореженный хребет Антродамикуса. Бронированный корпус звездолета погнут и пробит в тысячи мест. Винтан вспоминает, как наблюдал его падение с неба. Подобное зрелище не сумел бы вообразить никто в здравом уме. Из выжженных внутренностей до сих пор валит дым, хотя прошли уже недели с тех пор, как корабль врезался в поверхность, словно гибельный метеорит. Он напоминает Винтану громадного степного левиафана, сваленного стаями ненасытных хищников. Технологическое чудо, некогда старанствующее среди звезд на службе величайшему замыслу человечества, превратилось в ржавеющие обломки. Могучий король пустоты повергнут предательством и брошен гнить на планете, где, скорее всего, был заложен его киль. На горизонте, словно сломанные зубы на сгнившей десне, стоят башни, озаренные бушующим пламенем перерабатывающих шахт. Громадные буровые установки раскачиваются. Их поверхность коррозирует от звездного излучения. Винтан повсюду видит гибель мира, города, превратившиеся в пепельные пустыни. Горделивые промышленные центры, разрушенные настолько, что не подлежат восстановлению. Целые жилые кольца разнесены на стеклянные обломки. Калт никогда не был самой прекрасной планетой Ультрамара. Но Винтан достаточно повидал в галактике, чтобы знать, что он был красив, хотя и не был таким дивным, как Прандиум. Его города не были архитектурным чудом, как на Коноре, а океаны не обладали величием МакКракских. И все же немногие из миров способны сравниться с ним по трудолюбию обитателей. Все жители Ультрамара усердны, но жители Калта пылко гордятся своей репутацией самых стойких тружеников пятисот миров. Верфи на поверхности и на орбите создали больше боевых кораблей, чем многие из специализированных миров кузнец. И ни один звездолет с меткой кораблестроителей Калта никогда не подводил в бою. Всего этого больше нет. Жители Калта держатся, но мира, за который они бьются, больше не существует. Винтан вспоминает былой Калт, нынешний Калт, мертвая планета вокруг него. Семнадцать Винтан делит своих ультрадесантников на четыре ударные группы. Подвижная техника движется на флангах, а сверхтяжелые машины и дредноуты наступают по центру. Винтан командует основным отрядом. Селатон руководит левым крылом, Сидон справом. Урат из тридцать девятой встретится с ними у проезда Малоник, и ударные силы увеличатся, когда в их состав войдут разделившиеся братья с каждой из магистралей Ланшира. Над прогнувшимся шоссе высшего класса Травер Старксис шагает пылающее облако, титан, который уничтожил вражескую машину Мортис Максов. Звук его боевого горна скорбно разносится над руинами. С севера приближаются воины капитана Эфона, но его силы объединятся с Винтаном лишь при встрече в центре разрушенной крепости Федора Лафела. Последним элементом штурмового отряда является Эйкос Ламиад. Тетрарх Ультрамара, чемпион Примарха, Эйкос Однорукий, как его теперь называют. Он ведет армию, которая представляет собой разнородный контингент сил, собранных из тех, кто уцелел в опаленной пустыне и на пылающих сборных плацах вокруг Голофузикона. Под знаменем Тетрарха армия, скитарии и ауксилия обороны, а также великий телемехр, небесный воитель, рожденный дважды. Ламиаду оторвало руку болтами несущих слова, и его воины провозгласили себя щитоносцами. Пережившие атаку уже начинают творить мифологию. Возможно, в утверждении Сидонса, будто к концу войны у каждого из них будет легендарное имя что-то есть, нечто, что попадет в музей будущего. Вентан заставляет себя думать не о возможном грядущем, а о настоящем. Он объединил самые крупные силы с момента сбора. Это подходящий ответ. Та немного информация, которую Таурен смогла собрать из краткого соединения с кагитаторами несущих слова до предательства, сообщает, что Федерал Фелл военный лидер, обладающий большой храбростью и харизмой. Если дать ему возможность успешно собрать несущих слова, война за Калт растянется на десятилетие. Опорную крепость в фабричных районах необходимо сравнять с землей. Ультрадесантники продвигаются медленнее, чем хотелось бы Вентану. Однако график составлен запасом. Часть маршрутов, которые выглядели свободными на орбитальных пиктах, на земле оказались непроходимыми. Лендспидеры пробивают проход своими пушками или же сообщают новые пути. Через пять часов скоординированные штурмовые силы ультрадесанта окажутся на подступах к крепости Федрала Фела за несколько минут до обновленной телеметрии с орбитой. И вооруженный самой точной информацией Вентан сотрет Федрала Фела с лица Калта. 18. Холл Велов следует за Малаком Карта в развалины Ланширского небоскреба, которому переломили хребет. Громадное сооружение лишилось верхних трехсот этажей с точностью тысячиметрового клинка, срезанных пустотной системой левого борта Антрадамикуса. Сила удара согнула нижний контрфорс и нарушила структурную целостность здания. Небоскреб скрипит и стонет на завывающем ветру. От пола к опорным колоннам толщиной в несколько метров тянутся широкие трещины. Падение башни всего лишь вопрос времени. Похоже, что ни это, ни наличие поблизостей известного опорного пункта ультрадесанта не тревожит Малакакарта, который ведет маленький отряд в заваленной трупами Атриум. Ударная волна от сражения машин в трех километрах отсюда у канала Нянсур выбила гелиотропные окна строения и обожженные тела покрыты потемневшим от пепла стеклом, которое отбрасывает изменчивое отражение. Эриэш Кигал и его терминаторы почти не говорили с того момента, когда забрали оружие у распадающихся на части воинов-культистов. Зугунара еще меньше общителен и Холвелов начинает чувствовать себя все меньше командующим и все более попутчиком. «Зачем мы здесь?» спрашивает он, остановившись среди трупов. На него таращится шелушащийся череп, который почернел и покрыт рытвинами. Челюсть отвисает от создаваемой шагами вибрации. Холвелов давит его сапогом. Ты задаешь вопрос, который будоражит величайшие умы с тех пор, как человек только научился ходить на двух ногах, отвечает карта. Он выставляет руку для опоры, словно устал от путешествия по разбитым внутренним районам калта. Доспехи работают с нагрузкой, сдерживая наиболее опасное излучение, и вскоре энергоконденсаторы в ранцах придется перезаряжать. И тем не менее, все перенесенное совершенно не смогло утомить темного апостола. Холвелов только теперь осознает, что при карте больше нет его посоха с символом Аккета. Ты знаешь, о чем я, произносит командующий. Здесь, в этом здании, зачем? Карта вытягивает шею вверх, глядя сквозь громадный просвет в центре сооружения. Холвелов следит за его взглядом. Пыль и частицы стекла кружатся в свете, сочащимся через разбитые окна, и образуют странные узоры, спирали, петли, и намеки на недосягаемые фигуры. На кратчайший миг Холвелов что-то видит в танце пылинок, но оно ускользает от восприятия, даже когда кажется заметным. Мы здесь, чтобы кое-что увидеть, говорит Карта, как будто это все объясняет. Что увидеть, требовательно спрашивает Холвелов. Его рука охватывает обтянутую кожей рукоять меча. Ему уже безразлично, нападут ли на него бормочущие тени, он просто хочет получить ответы. Момент истории, произносит Карта и поднимает руку, предупреждая еще один всплеск злобы из-за загадочного ответа. Вопреки верованиям некоторых, Вселенная не лишена своеобразия. Это великая мелодрама, гобелен последствий, имеющих как рукотворное, так и небесное происхождение. Большинство из них малы, и их легко не заметить, но некоторые имеют галактическое, даже вселенское значение. И если такие драмы нужно внести во Вселенную, хвалебными песнями, темным монархам, их надлежит наблюдать. Близится несколько таких представлений, и мы здесь, чтобы стать свидетелями одного из них. Что произойдет, спрашивает Холл Велов. Лезь со мной и увидим вместе, со вздохом говорит Карта. Холл Велов оглядывается на Атриум, небоскребу срезало верхушку, однако он все равно высится почти на полтора километра. Я полагаю это чересчур. Надеется, что у транспортных лифтов осталась энергия, интересуется он. Карта насмешливо смеется. Заслужена славная драма, произносит темный апостол, направляясь к пыльной и заваленной трупами лестничной клетке. И поверь мне, ты не захочешь ее пропустить. Девятнадцать. Как и все связанное с войной накалки, твердыня Федорола Фела уродлива. Разобранные мануфакторумы послужили сырьем для укреплений, а сроугольных бастионов, низких отражателей артиллерийского огня и врытых в землю укрытий. Это раковая опухоль на местности, окутанная туманом и залитая оранжевым светом воплощения проклятия. Вверх, словно следы от когтей на холсте, тянутся струи черного, как смоль дыма, а в воздухе смердит горящими нефтепродуктами. Вентан вспоминает несущего слова, именовавшего себя Морполом Ксиром, который утверждал, что воинство Федорла Фела исчислялось десятками тысяч, орбитальные удары Таурен прорядили их, но весь вопрос в том, насколько. Давай же, бормочет он, глядя, как на основном планшете уменьшаются показания счетчика. Наконец, тот доходит до нуля, и спустя несколько секунд, в течение которых замирает сердце, смерцанием С геосателлитов загружаются данные в реальном времени, информация льется рекой. Вентан мгновенно ее обрабатывает, анализируя тактические сводки по направлениям подхода, тепловым следам, топографическим планам и расположению войск противника. Он опасался, что несущие слова могли располагать собственными разведчиками и быть на готове, но теперь выясняется, что он зря приписывал врагу такую прозорливость. Информация расходится по командным офицерам, и на логистере вспыхивают символы готовности. Они увидели то же, что и он, и жаждут боя. Псы войны рвутся с поводка. Даже ломят, подчиняется его указаниям. Это право и честь Вентана отдать команду. Его теория непоколебима, его практика уместна, им всем это известно. Всем группам начать разгром, приказывает Вентан. 20. Планшетный стол в Ультимусе не рассчитан на работу с загрузкой данных военного типа. Его фотонные системы Лексора Кейла разрабатывались, чтобы выводить общесистемные отгрузочные графики и декларации, а не координировать боевое планирование Легиона. Серверу Таурен пришлось внести в биоорганические когнитивные центры множество изменений, большинство из них разрешенные модификацией, но несколько из числа тех, которым ее научила Карель-Зет во время ученичества в городе Магмы. По сути, они не запрещены, однако осуждаются. Хест бы одобрил, и мысль о том, как бинарный спутник жизни осматривал бы ее работу, вызывает у нее улыбку. Здесь присутствуют полковник Хамадри и капитан Улиет, но для Таурен они как будто призраки. У них нет аугметики и доступа к ноосфере, и они немногим более, чем просто размытые пятна на периферии зрения. Она видит только информацию. Люди тихо переговариваются, но она их не слышит. Атмосферная среда Калта загрязнена радиоактивными бурями, но Таурен научилась делать на это поправки. Она подстраивает фильтры, и оптика геосателлитов повинуется ее командам. Все расплывается от помех, голограмма колеблется, разрешение обновляется, и Таурен видит то, что ей нужно. Она считывает энергетические следы закопанных источников энергии и термальное излучение над тем, что скорее всего является казармами. Перед ней открывается все, что несущие слова пытались спрятать, и Таурен наслаждается богоподобностью своего нынешнего положения. Все, что она видит, совпадает с известными особенностями развертывания несущих слова. Тепловые рисунки соответствуют энергостанциям Легиона Састартес, и это убеждает ее, что с прошлой загрузки с геосателлитов ничего существенного не изменилось. К столу подключены полдюжины савантов и логи, каждый из которых закреплен за командным подразделением штурмовых сил. Геосателлиты отсылают свои находки в Аркологию-10 с жатыми импульсами данных, которые затем перенаправляются атакующим ультрадесантникам. Каждому из командиров космодесантников придан личный боевой савант, разбивающий загруженную информацию на пакеты данных, которые проще обработать тем, у кого нет аугметики когнитивных процессов. По сравнению со смертными, биоархитектура мозга космических десантников значительно усовершенствована, но они не механикумы. Геосателлиты будут наверху еще 53 секунды, произносит самон с темной кожей и дружелюбными глазами, которые до сих пор его собственны. 5-3 секунды. У него ярко выраженный экваториальный акцент, и Тауре нравятся гибкие апентезы в словах. Она наблюдает, как загружаемая информация распространяется по планшетному столу. Золотистые значки движутся в тщательно организованном балете. Все перемещается точно. Каждый взмах и выпад воинов 13-го легиона идеально скоординирован. Кажется, что она смотрит не на сражение, а на повтор его записи. Ее взгляд перескакивает на ноосферный отсчет над Руной, отображающий группировку, в которой находится капитан Винтан. 21 Основное орудие делает выстрел, и теневой меч заполняется треском электрического резонанса. Статический заряд поднимает с брони частички пыли и заставляет волосы на загривке встать дыбом. Винтан мог бы отправиться в бой на Лендрейдере, но не смог устоять перед потрясающим разрушительным потенциалом теневого меча. На зернистом пик-планшете перед ним разваливается стена, уничтоженная основным орудием сверхтяжелой машины. Этот танк способен уничтожать титанов. У неподготовленного укрепления нет шансов. Из руин выпадают тела, трупы культистов, те, в ком еще можно признать людей охвачены пламенем. Винтан не слышит их криков и жалеет об этом. В его способности получать удовольствие от страданий начинает присутствовать что-то дикое. Винтан активирует пневматические запоры, изолирующие передний пост от остальной части сверхтяжелого танка. Он хочет взглянуть на опустошение твердыни Федора Лафела собственными глазами. Возле него загорается зеленая лампа. Пневмозапоры фиксируются. Капитан вводит на увеличенной клавиатуре управляющий код. Люк наверху открывается, щелкнув вулканизированными прокладками и затворными штифтами из дюра стали. Крышка скользит вбок и винтан выпрямляется. Проламывающийся сквозь внешние рубежи обороны Федора Лафела танк окружен пламенем. От теневого меча разбегаются банды воинов братства в краденых экзоскафандрах. Никакое оружие культистов не в состоянии даже оставить след на толстой броне. Им об этом известно. Они бегут и их косят вырезают дезорганизованные шеренги. Из взрывающихся тел словно геотермальные гейзеры вырываются фонтаны горячей крови. Винтан разворачивает комби-болтер на вертлюжной опоре и тянет заряжающий рычаг. Магазин входит в приемник с лязгом, вызывающим удовлетворение и капитан вдавливает спуск. У комби-болтера ужасающая отдача. Он больше подошел бы человекоподобным танкам вроде терминаторов. Но система теневого меча и генетически усиленное тело удерживают огонь на цели. Тела разрываются, превращаясь в мясо и хрящи. То тут, то там банды воинов обороняют свои позиции. Винтан мельком замечает железные маски, изодранную одежду и совершенно недостаточную радиационную защиту. Культисты палят из оружия, которое уступает армейскому по качеству и эффективности. Он поражается, как такому сброду вообще дали ступить на калт и убивает их при первой возможности. Среди культистов нет несущих слов, но все, что он видел во время боев до отступления по землю, демонстрировало их полное пренебрежение смертными союзниками. Люди здесь только для того, чтобы замедлить наступление ультрадесантников и поглотить их ярость. Если план Фела состоял именно в этом, то он сильно недооценил тот источник, из которого может черпать неистовство 13-й легион. Винтант смакует зрелище того, как сотни танков ультрадесанта грохочут по адской пустоши внешних укреплений Фела. С обоих сторон от него лендрейдеры поднимаются на дыбы на настых возведенных земляных валах и снова падают с громовыми ударами. Вражеские воины, которые удерживали свои позиции, синкопируют залпы выстрелов тяжелых лазеров, а над головой по дуге проносится головокружительное количество ракет вихрей. Эскадрилья за эскадрильей лендспидеров мчатся над полем боя, словно смертоносные хищные птицы, обстреливая незащищенные порядки врага. Мультимелты пробивают бреши в бункерах и следом обрушиваются штурмовые отделения, которые добивают очаги сопротивления визжащими цепными клинками и пистолетами. С востока приближается пылающее облако. Оно паляет небо магмовыми зарядами, его орудия окутаны дымом и светом. Посреди укреплений поднимаются грибовидные облака. Каждый удар обращает адамантиевые стены в шлак. Рвущие воздух ракеты вспыхивают на пустотных щитах китана, и звук его боевого горна похож на грохочущий хохот. Винтан выводит на визор тактический экран. Золотые значки сжимаются вокруг крепости Фела, словно кулак, но это только внешние рубежи. Их легко преодолеть. Настоящая оборона находится в километре впереди. Громадные стены, способные устоять перед орудиями титана, дьявольские бастионы из темной стали и вкопанные в землю бункерные комплексы, куда будет трудно ставить даже на разбойника или теневой меч. Он открывает канал в окс-связи с аркологией 10. Мейер Эдв Таурен произносит он, как в прошлый раз. 22. Таурен соединяется с орбитальными пушками и отключает их протоколы безопасности, взмахнув обеими руками от себя, словно актер, который разводит занавес и выходит на сцену. Многочисленным слоям защиты, введенным после вторжения требуется секунда, чтобы отключиться. Однако все платформы без проблем переходят под ее управление. Теперь каждое орбитальное орудие подчиняется аркологии 10. Все находится под ее контролем. Подготовиться к полномасштабной бомбардировке произносит Таурен. 23. На один прекрасный миг Калдская ночь кончается. Отравленный воздух озаряется, возвращается свет дня. Однако это ложный рассвет, который возвещает не о новых начинаниях, а только о конце. Подбрюшья туч, набухшие от кислотного дождя, на мгновение освещаются, когда их прожигают высокомощные лазеры. Мизонные следы опаляют насыщенные химикатами полосы летучих испарений, скопившиеся над крепостью. Небо вспухает, и местность озаряется на сотни километров. Все это происходит в один миг. Спустя доли секунды из космоса, словно прямые стрелы молний бьют жгучие лучи энергии. Сами по себе они не производят шума, но на их пути воспламеняется атмосфера. Вскоре за каждым ударом следует резкий грохот вытесняемого воздуха. Винтан наблюдает за всем этим через фильтры авточувств доспеха. Акустические компенсаторы сопротивляются оглушительным раскатам грома, от которых иначе лопнули бы барабанные перепонки. Визуальная защита не дает ослепнуть. Керамитовые пластины берегут от жара, который сжег бы плоть на костях. У незащищенных культистов нет ничего подобного. От их рядов остаются кружащиеся клубы дыма, исходящего от сожженного мяса. На костях обгорает плоть, кровь скипает, а от неприступных стен остаются лишь груды щебня. Обрушивается первый вал высокого давления, и земля содрогается. Теневой меч кренится назад на подвеске, попав под такой шквал ударов, как будто армия контемпторов долбит по корпусу гравитонными молотами. Винтан наклоняется навстречу взрывной волне, сопротивляясь сокрушительной мощи. Связь со сверхтяжелой машиной сообщает, что на борту отказало множество устройств. Порваны линии подачи и гидравлика, перегружены тонкие системы. Они находятся в километре от места ближайшего попадания, но это все равно слишком близко. Все копья лазеров и кинетические снаряды бьют по твердыне Федора Лафела, разнося жалкую противовзрывную защиту и рудиментарные пустотные щиты. От укреплений ничего не остается, мягкое подбрюшье обнажено и у Вентана есть готовый к удару гарпун. Вокс взрывается взволнованными переговорами. Сотня голосов повторяет одно и то же. Вы это видели? Трон! Там никто не мог остаться в живых. Вентан знает, что выжившие найдутся. Несущих слова будет не так просто выбить. Он вклинивается в Вокс сеть. Нам все еще нужен практический результат, говорит он. Выполняйте приказы. Ультрадесантники повинуются. 24 Холл Велов с ужасом наблюдает, как горизонт озаряется от края до края. Ему известно, на что он смотрит. Испепеляющий орбитальный огонь, сконцентрированный в одном месте. Он помнит географию Калта и точно знает, по кому бьет гнев орудий ультрадесанта. Фелл произносит он. Малок карта кивает. Горячий ветер клещет по обезглавленной башне, взметая плач кол Велов и забивая рот командующего серым песком. Качка башни вынуждает его широко расставить ноги, пол тревожно кренится под ногами. Такое ощущение, будто он стоит на палубе примитивной галеры. Неприятное чувство. Сверху опустошение Калта выглядит еще более очевидным. Планета превратилась в истерзанный радиационный мир, на котором навеки останется метко несущих слов. Несмотря на пейзаж перед глазами, Холл Велов какое-то мгновение гордится этим, хотя его кожа и покрывается волдырями. На землю обрушиваются новые удары, горизонт озаряет новое пламя, башня сотрясается от первых сейсмических толчков, и из зияющих окон сыплется дождь стеклянных осколков. Несущие конструкции гнутся и падают на землю, башня оседает на раскалывающийся фундамент. Объединенный огонь лэнс батарей бьет по горизонту, создаваемое им адское свечение высвечивает суровый факт. Ты знал, что произойдет, произносит Холл Велов. Карта пожимает плечами, и этот жест вызывает у Холл Велова ненависть. Этот жест отрицание, безразличие гибели чего-то драгоценного. Пожимание плечами демонстрирует ему, что Малак Карта уже на самом деле не один из сынов Ларгара, а становится чем-то совершенно иным. У Фелла была самая крупная армия, говорит Карта, а также самые большие амбиции. Холл Велов старается не чувствовать себя уязвленным, зная, что это абсурдно на фоне подобных разрушений. Он пытается довести слова Карта до логического финала, но ни в одном из выводов нет смысла. У него в голове постоянно крутится только одна мысль. Это ты устроил, так ведь, спрашивает он. Разумеется, отвечает Карта. Фелл и его воины погибли, да? Еще нет, говорит Карта, возясь замками на вороте, но скоро. Зачем, спрашивает Холл Велов, зная, что ему придется убить темного апостола. Карта переступил черту, хотя командующий не знает, ради чего. Служба темным монархам требует определенных жертв, произносит Карта. К тому же нужна была действительно соблазнительная цель, чтобы выманить ультрадесант из норы для трусов. Карта поднимает руку и снимает шлем. Точнее говоря, он ломает шлем на части, чтобы снять. Изнутри валят клубы черного дыма, и Холл Велов видит, насколько далеко зашел темный апостол в своем служении замыслу Ларгара относительно галактики. 15. Над землей висит электромагнитная марева. Ландшафт, расплавившийся до стекловидного состояния от жара многочисленных лэнс-ударов, колышется от пыльных вихрей, теплового излучения и дождя из пепла. Теневой меч проламывает себе дорогу сквозь разрушенные руины опорного пункта Федора Лафела. Орбитальные орудия уничтожили стены убежища с пугающей легкостью. Винтан слезает с теневого меча. Корпус танка горячий, раздается громкое пощелкивание остывающего реактора. В дымке движутся фигуры, но они в кобальтово-синей и золотой броне. Это ультрадесантники и они идут с ним. Внешние датчики доспеха фиксируют в воздухе широкий диапазон экзотического излучения и убийственный коктейль из ядовитых элементов. Этого следует ожидать, когда высвобождаются столь могучие силы. Шеренги ошеломленных воинов легиона продвигаются в оплавленные руины вражеской крепости, прижимая болтеры к плечам. Смутно различимые гиганты бредут в химическом тумане, один вдох которого растворил бы легкие смертного. Вентан вытащил пистолет и меч. Он не ждет, что в непосредственном будущем ему придется ими воспользоваться. Но капитан должен выглядеть готовым к бою. Капитан не видит следов присутствия несущих слова, но знает, что те где-то неподалеку. У них кровь и выучка легионеров. Они пережили бомбардировку и уже сейчас готовятся контратаковать. Вентан ведет ультрадесантников вглубь дымящихся обломков, которыми услана пустошь. Позади едет теневой меч, гул двигателя пробирает до костей и ощущается спинным мозгом. Кольцо ультрадесантников сжимается вокруг центра твердыни и в голове Вентана зарождается навязчивое Братство каким-то чудом уцелели под обстрелом. Они слепые и глухи, обожжены и брошены, с ними безжалостно расправляются. Ультрадесантники не тратят массореактивные снаряды. Кто знает, когда будет пополнение. Врага повергают цепными клинками и кулаками, но столь жалкие цели не приносят удовлетворения. Говорит Вентан, обращается он по Воксу к собратьям командующим. Сообщите о признаках наличия сил вражеского легиона. Поступают только донесения о контактах с обваренными и искалеченными смертными солдатами врага. И Вентан ощущает, как его гложет мысль, что здесь что-то не так. Где несущие слова? Спрашивает он сам себя. Если Федора Лафела тут нет, где же он? В центре крепости ультрадесантники обнаруживают громадную воронку. Кошмарную преисподнюю, наполненную электрическим пламенем и сожженным мясом. Почти ничего не уцелело. То, что в первое мгновение не уничтожил обстрел, обвалилось от последующих взрывов и пожаров на складах боеприпасов. То тут, то там Вентан видит следы перегруппировки и окапывания. Но сложно различить что-то конкретное. Об этом позаботились точные удары Таурен. Основное орудие теневого меча поворачивается над головой Вентана, выискивая цель, но не находит ничего заслуживающего стрельбы. В огне виден силуэт пылающего облака. Громадная машина разрушения высится над местом смерти врага. Из дымки возникает покрытый пылью и копотью воин, который вскидывает руку в приветствии. «Я думал, тут останется хоть кто-то живой, с кем можно будет сразиться», говорит Сиданс. «Я тоже», отзывается Вентан, убирая меч в ножны и пристегивая пистолет к бедру. «Полагаешь, они погибли при бомбардировке?» «Похоже на то», произносит Вентан, «хотя такое объяснение уж слишком удобно». «Тогда эта крепость так себе», замечает Сиданс. «Лорду Дорну нашлось бы, что сказать по этому поводу». Вентан не отвечает, слова друга подтверждают навязчивое подозрение, которое нарастало с момента первых выстрелов. Капитан замирает, когда мысли сходятся на изначальной неправильности случившегося. «Эта крепость никогда бы не выстояла», произносит он. «Это смешно». «О чем ты? Зачем строить то, что мы можем за секунду сравнять с землей с орбиты?» спрашивает Вентан. «Зачем вообще строить над землей? В этом нет смысла». «Возможно, они не смогли найти место под землей». «Они могли найти, где уйти под землю», говорит Вентан. «Бессмыслица, проклятие, что же мы упускаем?» Дым и марева рассеиваются на ветру, и у Вентана появляется что-то вроде ответа, когда он видит в самом сердце крепости потрескавшееся сооружение. Оно похоже на укрепленный авиационный ангар и смогло устоять под обстрелом. Секции крыши провалились внутрь там, где рухнули несущие стены. Вентан не видит в конструкции защитных элементов. Это гигантский купол, украшенный сложной резьбой, с парой декоративных башенок и широким входом без ворот. Сооружение грандиозно, и Вентан понимает, что уже видел подобное. «Как думаешь, что это?» спрашивает Сиданс. «Цитадель? Место для последнего боя?» «Нет», «Но теперь я знаю, что это. Я уже видел такие строения раньше». «Где?» «В монархии», произносит Вентан. «Это храм». 26. Ингениум Субиака не помнит, как заснул, но явно произошло именно это. Можно понять, никто не смог бы бодрствовать так долго, как он, трудясь в постоянном полумраке, без отдыха во тьме и не отрываясь от насущного дела. Он уверен, что спит, поскольку странствует по тем же посеребренным пещерам своих кошмаров. Субяка приходил сюда ночь за ночью, погружаясь в ужасы, которые разворачиваются бесконечным циклом. От того, что картина никогда не меняется, не становится легче. Есть лишь мрачное знание о предстоящем кошмарном бегстве от тварей с многосуставчатыми конечностями и полированными стальными когтями, которые выбивают по камню тук-тук-тук. Пещера имеет все тот же странный серебристый оттенок. Она поблескивает от сырости, а за пределами поля зрения таится ставшая вездесущая угроза. Ему известно, что внешне твердые стены пещеры на самом деле вовсе не такие. Известно, что прячется по ту сторону хрупкого покрова реальности. И как бы ему того не хотелось, он не в силах избавиться от этого знания. Вокруг него, словно стремительный дым, порхают едва заметные силуэты. Субяка поспешно движется по пещерам, ожидая, что в любой момент стены начнут отодвигаться, открывая таящуюся под ними порчу. Слышны голоса, но для него в них нет смысла, и он не может ответить. С каждым шагом он чувствует, что его направляют, но не в силах сказать, кто или что. Предчувствие почти невыносимо, словно ощущение зависшего на волоске от шеи ножа гильотины. Субяка хочет проснуться, однако уже давно усвоил, что не в силах контролировать неотвратимый ход кошмара. Ну, конечно, он слышит слабое постукивание, как будто в стенах находятся крысы. Тук, тук, тук. Субяка бежит, снова и снова слыша пощелкивания когтей. Тук, 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 тук. Уже громче, повсюду вокруг него. Это что-то новое. Кошмар переходит на следующий уровень ужаса. А затем, как будто к подложке стен из папье-маше поднесли огонь. Они начинают распадаться, чернеть и закручиваться в спирали, словно гаснущие угольки. Стены сползают с уже знакомой ржавой решетки, которая их поддерживает. И на той стороне снова видна ужасающая пустота. Она бурлит, словно глубины чудовищно оскверненного океана, насыщенного грязью и мерзостью целого биологического вида. Его содержимое не чуждо. Это не кошмарный, побочный продукт жизнедеятельности какой-то расы, враждебной человечеству, с ясностью, которой он не желал, Субяка понимает, что это океан безумия принадлежит людям. Это они порождают царство сумасшествия. Ингениум слышит, как когти демонических преследователей снова прокладывают дорогу и бежит. На сей раз они не просто сзади, они со всех сторон. Стена впереди прогибается, когда к решетке прижимается противоестественная громада чего-то. И Субяка видит блестящие клыки и янтарные глаза, каждый из которых рассечен кинжаловидной щелью цвета оникса. Парареха ширится и в пустую пещеру врывается стая тварей с когтями из полированной стали. Клинки сверкают, предвещая убийство. Плоть сотворена из тех, кого он знает и любит, его близких, лишенных кожи. На вздымающихся боках зверей вопят от боли лица, конечности стали лапами, сросшись в отвратительные биологические рудименты. Черепа тварей из металла, они влажно поблескивают сквозь приклеенную кожу. Лица растянуты, но он узнает их и издает горестный вопль утраты. Субяка бежит, а звери дышат ему в затылок. Они преследуют его, играют с ним. Они могут поймать и убить его, когда захотят, но охота слишком приятна. Он чувствует их гнилостное, голодное дыхание. Субяка знает, что есть лишь один выход, и он мчится туда, задыхаясь на каждом шагу и надеясь, что доберется до огромных циклопических врат под золотой печатью. Лишь врата дают убежище. Субяка просыпается, в его ушах звенят крики демонов, и ничего не меняется. 27. Внутри храма бойня, которая кажется винта, но бессмысленной. Там холодно, даже морозно. Сюда не проникает жар от умирающей звезды и бомбардировки, и от ранцев легионеров поднимается пар. Сквозь треснувшую крышу пробиваются колонны света, а у проломов стенок висит ядовитый дым горящей боевой техники, которому как будто не хочется проникать внутрь. Вентан еще не успевает сделать шаг внутрь, а уже чувствует запах крови. Теперь у него есть ответ на вопрос, что же случилось с несущими словами. Они в храме, и все мертвы. Их тела явно образуют узор, продолжая стоять. Эффект достигается за счет того, что каждый из легионеров врага удерживается в вертикальном положении острым штырем из почерневшего железа. Несколько тысяч несущих слова насажены на колье в порядке, которое явно имеет некое значение. Для Вентана загадка, какое же именно? Эйкос Ламиад и Киус Селатон ведут своих воинов среди колонн мертвых несущих слова. Селатон несет штандарт четвертой роты, прославленное и потрепанное напоминание о том, что они потеряли и за что сражаются. Возле Ламиада, будто личный телохранитель Тетрарха шагает контептор Телемеха. Вращающиеся стволы штурмовой пушки издают визг. Оружие поворачивается влево-вправо в поисках живых целей. Сиданс стоит рядом с Вентаном. Визор шлема не позволяет разглядеть выражение лица капитана, однако все ясно без слов. Кто это сотворил? спрашивает Сиданс. Он еще не понял, в отличие от Вентана. Они сами это с собой сделали. Сиданс резко оборачивается. Вентан не знает, что сильнее пугает второго капитана. Мысль, что воины совершили над собой подобное, или же, что Вентан понял достаточно, чтобы об этом догадаться. Он качает головой и идет дальше. Внутри храма находится около тысячи ультрадесантников, лишившихся дара речи от этого зверства. Никто из них не в силах осознать смысл увиденного. Он слишком чужд для их понимания и не соответствует ни одной из тех военных моделей, которым их учили. Вентан подходит к ближайшему несущему слово и приподнимает тому голову. На мертвеце нет шлема, лицо изрезано глубокими ударами острого клинка. Оно искажено смесью ужаса и истовости. У символов странная геометрия, по непонятным причинам на них неприятно смотреть. Чем ближе Вентан подходит к центру храма, тем понятнее становится узор, выложенный насаженными на коле акилами. Группы ультрадесантников естественным образом сходятся, приближаясь к середине сводчатого помещения. Вентан чувствует, что температура продолжает понижаться. Они располагаются равноудаленными колоннами, произносит Ламиад. Его лицу, наполовину состоящему из плоти, а наполовину из треснувшей керамики, удается передать то отвращение, которое все чувствуют. Расходятся наружу от центральной точки. Из чего следует, что посередине нечто важное, говорит Вентан. Неф храма ведет к центральному алтарю, соглашается Ламиад, к месту поклонения. Поклонение, буквально выплевывает Сиданс, я думал, мы их от этого вылечили полвека назад. Урок явно не был усвоен, произносит Ламиад, указывая уцелевшей рукой на жертвенное побоище. Конечность, которую он утратил в начале боя, можно было восстановить, а лицо починить. Доступны и технология и мастера, однако Ламиад предпочел остаться таким, как есть. Миф о нем стал важен для Калта, и Тетрарх охотно пошел на подобную жертву. Вентан питает Кейкосу Ламиаду высочайшее почтение и надеется, что будет столь же сильным, как Тетрарх, когда для него настанут такие времена. Так что в центре, спрашивает Силатон, держа штандарт рядом с собой, я не вижу алтаря. Силатон прав, там нет алтаря, только вырытая яма, из которой неторопливо струятся языки тумана. Вентан идет впереди, пальцы сжимают рукоять меча. Здесь все уже мертвы, но присутствие оружия в руке всегда придает уверенность в себе. Подойдя к яме, Вентан видит, что она уходит вглубь на три метра, а посередине находится еще одно пронзенное тело, несущее слово, облаченный в багряный доспех, который украшен трепещущими на ветру свитками с обетами и выбитыми золотыми надписями. Это не рядовой воин. Каждая пластина и грань созданы вручную мастером-оружейником и отполированы с преданностью, которой может удостоиться лишь высокопоставленный полководец. Белое как пергамент, кошмарное лицо напоминает пупыря людоеда. Губ нет, скулы выпирают, глаза ввалились, а скальп лишен волос. На обнаженном черепе, с которого содрали кожу, вырезаны новые геометрические символы. В пустой черепной коробке пробита дыра с неровными краями. Федрал Фел, полагаю, произносит Вентан. Вокруг трупа Фела нагромождение тел воинов-культистов, скрытых и выпотрошенных. Им приданы позы фел. Рты безвольно приоткрыты, словно восхваляя кого-то, а восхищенные глаза удерживаются открытыми при помощи швов. Чем он проткнут, интересуется Селатон, оно не такое, как у остальных, этот знак. Я уже не один раз видел подобный символ, произносит Сиданс, всегда думал, что это какое-то обозначение подразделения. То требе, через которое мы пробивались, чтобы попасть к вам в нумин, носило точно такие же палки. Нет, произносит Эйкос Ламиад, это не эмблема подразделения, как мы ее понимаем. Это тотем, знак их новых хозяев. Мы продолжаем носить на себе аквилу, а наши враги теперь носят это, они называют его аккетом. При звуке этого слова Вентан ощущает спазм отвращения. Капитан смотрит на посох, на толстая, покрытая надписями древкой, и восемь расходящихся спиц клинков, которые повторяют расположение мертвых несущих слова. Ему доводилось видеть, как вражеские чемпионы носили такой штандарт с собой, потрясая им, словно священные реликвии. Надо уходить отсюда, говорит Вентан, пусть орудия Таурен сравняют это место с землей. Голова Федора Лафела рывком поднимается, кожа туго натягивается на черепе без губой ухмылки. Пушки вам уже не помогут, раздается бесцветный голос, а затем изо рта трупа на тела у его ног начинает извергаться пенящаяся, черная, словно мазут жидкость. Нерожденные идут за всеми вами. Ошеломленные ультрадесантники с омерзением отступают от ямы. По телу Федора Лафела проходят спазмы, серия ломающих кости конвульсий, которые наверняка бы убили несущего слова. Останься в том поток черной, густой и ядовитой жижи, похожей на желчь. Ее невероятно много, больше, чем поместилась бы внутри тела. Она брыжит из глаз и ушей, течет из носа и бьет изо рта, как и шланга под давлением. Яма заполняется смоленной жидкостью, превращаясь в бурлящую клаку ужасающей порчи. Череп Федора Лафела полностью погрузился, но Вентан продолжает слышать ликующую жидкостью и теперь остается только шипастое навершие посоха с аккетом. С острых кончиков тянутся клубы чернильно-черного дыма. Его жгуты извиваются, словно совокупляющиеся змеи, и распространяются над головой с завесой теней, стремясь к трупам на колях по всему храму. Назад кричит Вентан, осознав, что их заманили в ловушку, обратив против них те самые доктрины, которые спасли их от уничтожения. По машинам и отходим. Уходим. Сейчас же. Пузырящаяся яма переполняется. Протоплазменная черная слизь разливается по окровавленному полу, как из открытой нефтяной скважины. В противоестественной субстанции возникают и лопаются пузыри, распространяющие вонь бойни и жужжание миллионов мух трупоедов. Нерожденные идут. Ультрадесантники организованно отступают от разрастающейся темной лужи посередине зала. Храм заполняется мязмами черного дыма, мерзостным дыханием порчи и демонических божеств. Нерожденные идут за всеми вами, и мертвые воины Федорла Фелла открывают глаза, в которых чернейшая ночь. 28. Холл Велов отстает от темного апостола, видя, что кривой рог был не украшением на шлеме, а частью черепа мало как карта. Ребристый костяной вырост выступает из раздутой массы омертвевшей ткани, набухшей кровавыми жилами и покрытой липкой, мерзко пахнущей жидкостью. Это не единственное изменение внешности мало как карта. Его кожа стала морщинистой, а глаза превратились в непрозрачные сферы нездорового оранжевого цвета. «Ты знаешь, сора Тачура?» спрашивает карта. Рот представляет собой прореху на желтом черепе. Губы окровавлены в тех местах, где их разорвали треугольные пиловидные зубы. Он познал множество тайных истин вселенной, не последней среди которых является сила предательства. Ему кое-что известно о влиянии этого действия на нематериальное царство. Одно дело предать друга, другое близкого друга. Он принял этот урок близко к сердцу, когда начал все это. Холвелов слышал это имя, шептали, что его носителю уготованы великие дела. Однако лорд Аврелиан научил меня, что предать брата, ах, в этом наивысшее могущество, продолжает карта. Их крики были подобны сладчайшему вину фениксийца. Даже сам Мангрон никогда не проливал крови, крещение которой оказалось бы роскошнее. Фиал стал величайшей находкой. Воин, чьи мечты уже были на самой грани воплощения, когда их его лишили. Столь колоссальное при этом в воспоминании карта разражается булькающим смехом. Рука Холвелова скользит на рукоять меча. Фиала больше нет, говорит карта, но ты еще можешь получить то, чего хотел он. Почему я должен тебе верить? Потому что у тебя нет выбора, отвечает темный апостол, указывая на горизонт рукой, которая с каждой секунды все меньше похожа на руку. Смотри, как разворачивается вселенская мелодрама, произносит карта, когда горизонт взрывается темным сиянием. Холвелов поднимает перчатку, чтобы заслониться от нового солнца, кипящего в грибовидном облаке атомного пламени. Он понимает, что это светило коснулось земли и опалило планету до стекловидного состояния. Что ты сделал? задыхается он. Темный апостол не отвечает, он опускается на одно колено и глотает воздух в мрачном восторге. Что ты сделал? снова допытывается Холвелов. Старые верования уходят и великий свет озряет нам путь, произносит карта, с хищной ухмылкой глядя на командующего снизу вверх и цитируя книгу Ларгара. А теперь готовься. Ужаснувшись, Холвелов может лишь покачать головой. К чему? спрашивает он. К падению. 29. Настроение в конференц зале Ультимуса близко к панике. Не было никаких предупреждений, никаких указаний на грядущую катастрофу. Однако, когда она произошла, то оказалась столь же внезапной и ошеломляющей, как момент, когда несущие слова открыли огонь. Еще одно подземное убежище погибло, превратившись в кипящий атомный котел смерти. Даже без помощи геосателлитов Авгура Аркологии 10 вполне способны засечь невообразимый скачок радиации на западе. На планшетном столе сводятся воедино показания фикторов и счетчиков радиоактивности. А Таурен наблюдает, как на западном горизонте образуется громадное кучевое перооблако озаренного пламенем дыма. Император защищает, схлипывает капитан Улеев, сжимая что-то висящее на шее. Он есть свет и путь. Мы только что потеряли еще одно. Так, спрашивает Хамадри, крепче толчков, разошедшихся по литосфере. Таурен кивает, она слишком занята тем, что просеивает миряды входящих данных от подключенных наблюдателей авгуров. Орбитальные сканы комбинируются с наземными изображениями, чтобы составить более полную картину того, что только что оказалось потеряно. Зал заполняет, пробирающий до костей гул. Поверхность Калта искорежена и разодрана силой, как теперь понимает Таурен, подземного взрыва, которому хватило мощности, чтобы пробиться на поверхность. Это только первые ударные волны, расходящиеся от него, дальше будет хуже. Которая, спрашивает Улиет. На пол со стуком камней падают пылеобломки плит потолка, но его стальной голос не дрожит. Магнези, габниус, проклятие, которое. Порыв ветра прошел, и капитан вновь по-солдатски отрывисто приказывает. Провожу триангуляцию, отвечает Таурен. На планшетном столе меркнет, и на его месте появляется базовая топографическая карта поверхности Калта. Данные сводятся, показания сверяются, на западе начинает яростно мигать значок. Хамадри и Улиет озадаченно поднимают глаза, но Таурен столь же изумлена. Радиал Ураник, произносит она, словно до сих пор не в силах поверить в неоспоримый вывод. Его больше нет, уничтожен. Но, начинает Улиет. Это Холл Велов, заканчивает Хамадри, и на Аркологию 10 обрушивается основная ударная волна. 30. Они стаскивают себя с кольев, которыми пригвождены к земле. Броня раскалывается, мертвая плоть рвется. Вентан не видит, чтобы из громадных дыр в телах вытекало хоть сколько-нибудь крови. Вся жидкость, которая осталась внутри, давным-давно свернулась венок. Несущие слова двигаются скованно, словно забыли, как ходить, или только учатся этому. Нерожденные термин неизвестен Вентану, однако капитан немедленно понимает его значение. Это те лишенные кожи ужасы, которых несущие слова извлекли из варта. Кошмарные ксеносущества из тех измерений, которые скрыты от глаз человечества ради его же блага. Они глядят изнутри ему нет необходимости отдавать приказы. Ужас ситуации требует индивидуальной реакции. Огонь болтеров раздирает возродившихся несущих слова. От разорванного мяса валит черный дым, раны которых бы хватило, чтобы свалить двух легионеров, едва их замедляют. Они продолжают надвигаться с болтающимися конечностями и раздробленными костями. Полностью адаптировавшись, воины в красном сшибаются с воинами в синем. Это уже не вялые ожившие мертвецы, а такие же сильные и быстрые бойцы, какими были при жизни. Численное соотношение абсолютно неравное, но демонические существа, сидящие в черепах несущих слова, не пользуются в бою оружием носителей. Их орудия когти и зубы, не болтеры. Причина этого вечная война в безвременье. Это единственное преимущество, которое есть у ультрадесантников. Винтан стреляет с безошибочной точностью. Ни один заряд не пропадает впустую. Каждый раз смертельный выстрел в голову. Во всех черепах плотный и студенистый комок визжащего мрака. Демонический паразит, занявший тело мертвеца, с воплем схлопывается при исчезновении. Капитан стреляет, пока боек не ударяет в пустую комору. Вынимает магазин и плавными экономичными движениями перезаряжает оружие. Он ведет огонь до конца последнего магазина, а затем обнажает силовой меч. Нерожденные бросаются на него, ведомые отчаянным голодом и ненавистью. Винтан видит их в мертвых глазах и не знает, чем заслужил подобное. Меч рассекает отяжелевшие без энергии доспехи. От каждого удара по руке проходит кинетическое сотрясение, но Винтан полон сил и готов к бою. Он пришел сюда убивать несущих слова, и проклятие именно это он и будет делать. Нерожденные не молчат, они с воплями вцепляются в ультрадесантников и визжат, когда умирают. Крики полны муки, но у Винтана не осталось жалости, ни к себе, ни тем более к несущим словам. Пульсирующие вспышки выстрелов озряют темную тень, расползающуюся над головой. Винтан и Сиданс бьются спиной к спине, у обоих кончились боеприпасы. На сей раз их немного больше, чем 12, ворчит Сиданс, держа цепной меч обеими руками и рассекая ключицу с грудиной несущего слова. Ты хочешь сказать 13, замечает Винтан? Нет, всего только 12, с ухмылкой отзывается Сиданс. Эта ухмылка понятна Винтану, они братья и равны друг другу, а это чистая схватка. На кону не стоят высокие идеалы, отсутствует великолепная стратегия, просто жизнь или смерть, и по этому поводу нужно что-то сказать. Винтан сносит головы с плеч, разрубает грудные клетки и отсекает ноги ниже бедра. Меч постоянно в движении, чтобы выжить, капитан пользуется всеми известными приемами, теми, которым его учили маккрахские мастера клинков, и теми, которых он набрался в отчаянных схватках за почти два столетия войны. Телемехар расправляется с несущими слова десятками, штурмовая пушка разносит тела на части, и даже воины-трупы утрачивают способность сражаться. Они вцепляются в его тело, разбивая сломанные кулаки в кашу о саркофаг. Контемптор наслаждается боем, сражаясь бок о бок с Эйкосом Ламиадом и его щитоносцами. У Тетрарха Конора осталась лишь одна конечность, но он не утратил смертоносности. Ламиад опустошил пистолет и убивает точными выпадами мастера-фехтовальщика. Он тоже уяснил, что единственный способ гарантированно сразить врага отрубить голову. Силатон и его отделение несут штандарт к свочатому проходу, через который они вошли. Сержант не отступает, а расчищает коридор для остальных. Вентан выкрикивает команду к отходу. В него врезается что-то огромное и багровое, сшибая наземь. Вниз обрушивается бронированный сапог, и капитан откатывается вбок. Он бьет мечом в центр тяжести воина, но клинок лязгает о заостренное на верши октет, покрытого рунами посоха. Смерть пришла за тобой, произносит все еще пронзенный им Федрал Фелл. Смерть придет, когда я буду к ней готов, отвечает Вентан. 31. Мир переворачивается, и земля уносится от холл Велофа. Небоскреб уже находился на грани падения, требовался лишь легкий толчок, чтобы он обрушился. Взрывная волна детонации циклонной боеголовки в радиале Ураник разрушает неустойчивое равновесие векторов, удерживавшее здание в вертикальном положении. Фундамент разваливается, и структурные элементы основания гнутся под ударом волны, словно проволока. Десять этажей мгновенно урагана. Строение оседает, его сокрушает и тянет вниз собственный вес. Холл Велоф хватается за торчащую арматуру, но этого недостаточно, чтобы спастись. У него сводят желудок, и на мгновение командующий ощущает невесомость. Сквозь крещендо ломающейся стали и взрывающегося пермакрита он слышит безумный хохот карта. Плиты пола переламываются, словно сухое дерево, а пласталевые стойки, которые поддерживали многокилометровое здание, раскручиваются будто веревки. Вокруг падают каскады обломков, которые бьют по нему и грозят оторвать от опоры. Само здание хочет убить его, но Холл Велоф этого не допустит. Он должен прожить достаточно долго, чтобы убить мало как карта. Небо мчится прочь. Через пролом в плите пола, которое раньше находилось тысячи метров над землей, он видит поверхность планеты. Окраины ланшира покрываются зубчатыми узорами широких расщелин. Линии разломов толщиной с волос разверзаются. Бездны каньонов зияют, словно врата в загробный мир. Огромные клубы пыли и дыма рвутся в небо, образуя облако под стать тому, что висит над огненной воронкой в том месте, где раньше находилась его армия. Холл Велоф не видит окружающего мира. Повсюду шум и пламя, пыль и удары. Затем он врезается в землю. Небоскреб не останавливается. Колонны многометровой толщины пробивают поверхность калта, словно сваи, вколоченные рассерженным божеством. Колоссальная масса инерции небоскреба вгоняют его в скалу, словно меч. На глубине сотен метров образуются проломы в ранее неизвестные пустоты пещер. Несвязанные между собой галереи карсты внезапно оказываются под открытым небом. Холл Велов ничего этого не видит. Сотни тысяч металлических тонн каскадом рушатся в открытые системы каверн. Он лишь частичка смертной плоти посреди урагана камней, возраст которых исчисляется эонами. Пластины брони разлетаются как стекло, кости ломаются и командующий ощущает напор кузнечного жара. Механизмы биологического восстановления силятся сохранить ему жизнь. Он выпускает из рук арматуру и летит в буре бьющих по нему камней. Он падает, вертясь между ударами. Кровь заполняет шлем, грозя удушьем. Холл Велов резается в каменную стену и та срывается с места. Он видит лишь мрак и стремительный шквал обломков. Его сопровождает мерцающий ливень, стали и стекла. Холл Велов все еще слышит сквозь непрерывный, яростный и оглушительный шум, сводящий с ума смех темного апостола. Наконец полет заканчивается. Изломанное тело камнем падает в ледяное озеро с темной водой. Оно глубокое и благодаря удачному углу столкновения он ломает только шесть ребер, но не позвоночник. Леденящая вода окутывает его, заливая горло и легкие. Включаются автономные реакции. Гортань изолирует основные легкие. Им на смену приходят имплантированные и генетически усовершенствованные дыхательные органы. Они прокачивают скудный остаток воздуха и направляют кислород прямо в мост. Проходящие по всему телу электрохимические разряды рывком возвращают его к жизни. Самопроизвольная фибрилляция снова заставляет конечности работать. Холл Велов тщетно барахтается. Броня легионеров не пропускает воздух и как следствие воду. Однако его доспех разбит и расколот. Он стремительно заполняется водой. Вес огромен. Командующий силится бороться с набирающим жидкость грузом, но его тело слишком сильно повреждено, а дух сломлен. Холл Велов погружается вниз. С его губ пенис срывается поток пузырьков. В воду ныряет рука, и в сломанный край звериную. Пожелтевшие когти оставляют на керамите глубокие борозды, волоча его обратно на поверхность. Холл Велов ошвыряют на берег из-за обломков и щебня. Командующий судорожно пытается вздохнуть. Он переворачивается и изрыгает заполнявшую легкие воду, которая так холодна, что обжигает горло. Его тошнит, пока тело полностью не освобождается от жидкости. Во рту ощущается привкус крови и желчи. Холл Велов чувствует, как внутримышечные сфинктеры дыхательных путей переключаются на обычный режим. Холодный воздух еще никогда не был так приятен на вкус. От тела поднимается пар, кожа горяча на ощупь. Невероятная физиология излечивает повреждения, которые должны были немедленно его прикончить. Чудо, что он вообще жив. Холл Велов поднимает голову, чтобы посмотреть, сколько он пролетел. В воздухе пыльная дымка через неровную прореху в потолке пещеры падает дождь обломков. Поролом в скале, будто грубыми швами, затянут паутиной стальных решеток небоскреба. Высокопрочные провода и кабели передачи данных болтаются, словно джунглевые лианы. Из-за мрака сложно оценить размеры пещеры, но она невелика. Возможно 100 метров в самом широком месте. В озеро падает все больше обломков и уровень воды повышается. На краю водоема сидит Малак Карта. Невероятно, но падение не причинило ему вреда. У его ног плещется ледяная вода. Холвелов замечает, что с темным апостолом что-то не так. К воину льнет тьма, но похоже, что у его ног слишком много суставов. Карта поворачивает рогатую голову. Ты жив, произносит он, как будто удивлен этим. Ты уничтожил мою армию, говорит Холвелов. Плата плотью. Зачем? Ты в них не нуждался, говорит Карта. У тебя есть более высокая цель, чем маршировать во главе униженных смертных. Какая цель, спрашивает Холвелов. Ему ненавистно то, что он не в силах скрыть настойчивого желания. Темный апостол наклоняет голову на бок, словно ответ очевиден, однако не произносит его вслух. Он выжидающе смотрит на пробитый потолок пещеры. И хотя с небес наносители истины льется огненный дождь, их ждет великий дар, произносит Карта, выпрямляясь. Он стал выше, его тело разрастается от жизненной силы. Темный апостол стоит на грани чего-то невероятного, трансформации или вознесения. Внутри него бурлит тьма, опасная энергия, которую сдерживает лишь колоссальное усилие воли. В ближайшие часы Карта либо преобразится, либо будет уничтожен. 32 Федерал Фел или та темная сила, что оживляет его тело, наносит косой удар зубчатым фальчионом. И винтан блокирует его собственным мечом, который держит двуручным хватом. Сила удара огромна, от столкновения клинков разлетаются искры энергии. Сервоприводы доспеха умножают силу, и ноздри заполняет запах озона. Винтан поворачивает запястье, позволяя ревущим зубьям проскрежетать вниз по силовому мечу. Он уклоняется от слепяще быстрого обратного взмаха и бьет фела в пах. Это хороший удар, точный и сильный. Острие пронзает гофрированное сочленение между тазом и бедром фела. Винтан проворачивает клинок и выдергивает его. Наружу льется черная кровь, вонь ужасная, худшая, что есть в мире. С ней не в состоянии справиться даже фильтры шлема. Винтан давится от сухих рвотных спазмов. Кровь перестает течь, а фел даже не замедлился. «Ты убиваешь моих сородичей», произносит нерожденный. С его губ стекает пена распадающейся материи. Винтан не отвечает и снова атакует. Они снова и снова обмениваются ударами. Хотя мастерство Винтана выше, противник наделен феноменальной силой и быстротой. Капитан трижды оказывается на волосок от смерти. Он слышит, как его зовут, но не может ни на миг отвлечься, чтобы посмотреть, кто кричит. Звуки выстрелов, далекое эхо. Вспышки взрывов, масса реактивных снарядов едва видны. Он в центре яростного сражения, но видит только демоническое создание, которое пытается его убить. Тело Фела так и пронзено посохом с аккетом, но тот почти полностью скрылся внутри. Осталась только верхняя половина. Возле Вентана появляются двое воинов в кобальтово-синем и золотом облачении. Лицо одного состоит из плоти и разбитого фарфора. Другой носит боевые цвета капитана четвертой роты. Он знает их и любит как братьев. Эйкас Ламиад сражается с экономным изяществом. Лирас Сидон с мстительной яростью. Брат капитан всегда был склонен к приступам нездержанной ярости, большинство из которых было необходимо обуздать, но за этот Вентан благодарен. Сойтись в бою с одним из ультрадесантников уже страшно, стремя верная смерть. Федерал Фел хохочет им в лицо. Его фальчон кажется размытым пятном. Он блокирует, парирует и атакует с невозможной скоростью. По всей длине его клинка пляшет текучее черное пламя. Когда оно соприкасается с броней легиона, то сжет ее, словно сухое дерево. Спаситель, копейщик и калека, хихикает Фел, разворачиваясь и впечатывая локоть в скулу ламиада. Лицевая пластина трескается еще сильнее. Варп знает вас. Ублюдок выкрикивает Сиданс, бросаясь вперед. Его меч рассекает левую руку Фела. Наружу брыжет гнилая кровь и множество корчащихся сегментированных существ, которые извиваются словно черви. Сиданс задыхается от смрады и фальшион Фела взлетает вверх, чтобы снести голову капитану. Вентан блокирует клинок и бьет сапогом в живот Фела. Несущее слово отшатывается от силы удара. В острых окончаниях посоха отражаются вспышки выстрелов. В нерожденного попадает что-то быстрое и мощное, шальной его тело поражено болью. Изо рта хлещут брызги бурлящей черной жидкости. Несущее слово шатается и Вентан видит в этом свой шанс. Капитан разворачивается, обходя защиту Фела и вгоняет меч тому в нагрудник. Клинок, по которому струятся молнии, пробивает керамид, плоть, кости и ночную субстанцию. Острие выходит из спиной пластины доспеха Фела, но металл Клинка состарился на тысячу лет. Посеребренная сталь обратилась в съеденную коррозию ржавчину, которая рассыпается хлопьями праха, пробыв в реальном мире считанные мгновения. Ответный удар кулаком отшивыривает Вентана назад, и тот снова слышит, как кто-то выкрикивает его имя. Он сильно бьется о землю и пытается подняться, что-то его удерживает. Его прижимает к земле Эйко сломят, маска которого расколота, а лицо кошмарно растерзано. Тетрарх кричит Вентан, что? Ламиат качает головой, на них падает огромная тень, гигант в лоснящемся от смолы керамити, титан, который рухнул с неба и выжил, чтобы поведать об этом. Одна рука оканчивается крушащим кулаком, другая чудовищной пушкой с вертящимися стволами. Из дул с ревом вырывается огненный ураган. За считанные секунды отстреливаются сотни зарядов. Тело Федрала Фела взрывается, штурмовая пушка не знает покоя, не знает пощады. Прицел не сбивается и мерзкая плоть нерожденного распыляется на атомы. «Ты ему не навредишь», произносит контемптор Телемехов. 33. Малок карта сидит у края воды, он ждет. Время идет, но без шлема Холвелов не в состоянии его измерить. Часы, 2. Возможно 3. Он уплывает в забытье и возвращается в сознание. Тело направляет энергию смыслительных процессов на излечение. Освещение не меняется. Они пережили падение, которое должно было мгновенно их прикончить. Из чего Холвелов понимает, что Темный Апостол продолжает планировать конец игры. И все же они тратят время в этой пещере, ничего не делая. Если нужно устроить разрушение, то Холвелов хочет быть готовым. Намереваясь действовать, он ищет выход. В 50 метрах слева в стене виден широкий разлом, который ведет вглубь скалы. Возле него на земле что-то поблескивает. Холвелов заставляет себя встать. Ноги пронзают боль от множества переломов. Он подавляет ее и ковыляет по краю озера к пролому. Оттуда тянет затхлым воздухом. Холвелов делает глубокий вдох. Его нейроглотис улавливает химические следы сваренной стали и застывающего пермокрита. Он присаживается у пролома и поднимает блестящий предмет земли, вертя его в руках, словно драгоценную реликвию. Это картографический дрон. Луковицеобразный цилиндр с репульсивным полем и множеством ауспиков. Энергоячейки практически истощены, а раздвижные конечности подрагивают, словно усики умирающего насекомого. Мигание красной лампочки на фронтальном сегменте указывает Холвелову, что машина безуспешно пытается снова связаться с управляющей станцией. Технодесантник бы с легкостью починил дрона, но Холвелов не умеет обращаться с машинами. Ему требуется секунда, чтобы осознать значение находки. Холвелов оборачивается, когда пещеру заполняют брызги от грохочущих всплесков, как будто в озеро падают валуны. Малок Карта поднимается на своих ногах со странными суставами. Он стирает с лица холодную воду, а сверху в воду падают новые крупные объекты. Поверхность озера бурлит и бьется о скалы. К берегу движется след из пузырьков. Холвелов наблюдает, как Эреэш Кигал и его терминаторы восстают из темных вод, словно утонувшие моряки, возвращающиеся к противоестественной жизни. В помятых пластин брони льется вода. Каждый из них подходит к темному апостолу и принимает помазание тремя ударами крест-накрест по нагруднику. Холвелов не знает, как, но он чувствует важное значение тройной отметки. Затем из воды возникает раздутая фигура из твердого красного металла глубинный левиафан. Дредноут Зу Гуннара. С саркофага капает черная вода и нечто напоминающее ручейки расплавленного металла, который истекает по бронированным бокам. Кажется, будто дредноут плавится, словно темная пустота внутри пожирает материю, из которой состоит его тело. Он все еще несет оружие, похищенное из СВ-427 Праксот. Символ биологической опасности во мраке пещеры выглядит светочем надежды. И пожиратель жизни родится во чреве зверя, произносит карта, поворачиваясь к Холвелову. Темный апостол указывает в сторону разлома в скале, где Холвелов нашел поврежденного дрона. Раздвоенный язык из сморченной плоти облизывает неровные зубы. Холвелов знает, что апостол чувствует то же, что и он. Развороченная земля, взорванная скала, строительство, вход, раскрытый отворит путь, говорит карта, и заблудший поднимает картографический дрон. Его переполняет целеустремленность, и он швыряет машину в воду. Та погружается во тьму, красный огонек угасает, погружаясь на дно озера. Холвелов снова переводит взгляд на разлом, ведущий в сердце вражеского логова. «Чрево зверя?» спрашивает он, забыв о боли от многочисленных ран. «Мы, тот клинок, что вскроет его, обещает Малаккарта. 34. Субяка не в силах вырваться из схватки кошмара. Он бодрствует, ему об этом известно, но Ингениум жалеет, что не спит. Кошмар последовал за ним в реальный мир. Благообразное румяное лицо его пожилой жены сминается, словно пергамент. Оно поражено болезнью и осыпается хлопьями. Даже у детей, мальчишек, едва годящихся по возрасту для службы в молодежной ауксилии, следы натиска времени. Полуодетый Субяка выскакивает из жилища и видит, что сбылось все то, чего он страшился. За стенами Ультимуса миллиарды тонн скалы, защищавшие их, превратились всего лишь в тонкую, как бумага, ширму из рассыпающегося пепла и проволоки. Преграда столь хрупка, что Ингениум не в силах смотреть на расплывающихся по ту сторону невообразимых созданий, темных, будто океан. Планета шевелится и скрипит. Каждый порыв порожденной пустотой бури срывает с мира материю. Субяка кричит, но его слова уносят холодные ветры, не имеющие начала в пространстве и времени. Вокруг него тысячи и тысячи лиц, но он видит их подлинную сущность, гниющие марионетки, которые с каждой секундой становятся все хуже. Толпа не ведающая, насколько близка гибель. Тук, тук, тук. Субяка снова слышит полированные стальные копки тварей. Они пробили границы сна и идут за ним. Прерывистый звук раздираемой ткани, с которым ужасные лапы рвут измерения, отдает скрежетом в позвоночнике и ингениум срывается с места. Израненные лица вопросительно поворачиваются к нему, их речь булькающий предсмертный хрип. Он проталкивается мимо, сшибая многих наземь, и земли, ощутив близость добычи, пробиваются влажные когти и миножьи пасти. Никто их не видит, все глухи к предостерегающим воплям ингениума. Субяка бежит в глубины, прочь от множества ждущих смерти. Он мчится мимо мест, где трудился с тех пор, как нашел прибежище в аркологии 10. Бежит, пока конечности не начинает обжигать кислота, а легкие не заполняются желчью. Звери-охотники рядом, он чувствует, они близко и не осмеливается оборачиваться. Зрелище парализует его, есть лишь одно спасение. Субяка слышит позади себя голоса и не обращает на них внимания. Наконец он добирается до избавления циклопических врат, закрытых загадкой заводного ангела, и от облегчения чуть не впадает в истерику. Тут находятся гиганты, воины, чьи тела также подверглись разложению, как и у людей наверху. Однако они вечно сражаются с силами, которые ведут плоть навстречу гибели. Субяка игнорирует их, они так же мертвы, как и тысячи людей наверху. Тук, 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 нет времени, нет. Субяка карабкается к заводному ангелу, и кажется, будто крылья того тянутся навстречу, чтобы обнять. Ингениум слышит, как резко, с громогласной интонацией произносят его имя изменена и усовершенствована, что их едва можно отнести к людям. Властность и предупреждение нельзя ни с чем перепутать, однако он зашел слишком далеко, чтобы остановиться. Субяка вбивает решение вечной загадки заводного ангела на вычурной клавиатуре из латуни и гагата. Запирающая печать принимает командные коды Ингениума, и механизмы двери расходятся на составляющие. Резонирующие гармоничные частоты разносят пермакрит, в мгновение ока обращая его в пыль. Опадающая завеса растворяющегося пермакрита, последняя, что видит Ингениум Субяка, прежде чем его грудная клетка взрывается веером разлетающихся осколков кости. Его мгновенно убивает массореактивный снаряд, выпущенный сержантом Анкрионом. Тело падает с платформы перед запирающей печатью, а с другой стороны вырываются отточенные цепные кулаки, молниевые когти и громовые молоты. 35 Эреяш Кигал убивает первого ультрадесантника очередью из своего комби-болтера. Следующего сражает тоже он. Его воины расходятся. Те, кто вооружен огнестрельным оружием, заполняют пространство разрывными болтами. В воздухе носятся рикошеты и отколотые камни. Ответный огонь с хлопками отлетает от массивных пластин терминаторских доспехов. Лазерные заряды неэффективны. От масса реактивных немногим больше толку. У Холл Велофа есть только меч, и командующий вступает в бой, словно один из гладиаторов Ангрона. Если не считать нескольких ультрадесантников, которые уже отступают, то тут мало потехи. Клинок влажный и красный, но это жидкая кровь смертных. Она капает с меча, а через дыру в заслонке, которая отделяла тоннель от подземного озера, протискивается разрастающаяся громада тела Малака Карта. Следом появляется зук Гунара, все еще несущий в механизированных руках убийцу миров. Известие об их приходе уже стремительно распространяется к центру аркологии. Страх поразит сердца здешних обитателей. Они узнают, что к ним явилась смерть. Тело Холл Велофа пылает, словно горных. Кожа дымится, а рот похоже, что Темный Апостол не единственный, кто находится на грани преображения. Холл Велоф жаждал этого мига с тех самых пор, как вступил на Калк и буквально ощущает вкус награды. Эрея Штигал и его терминаторы идут впереди, с каждой секундной поднимаясь все выше. Широкая пещера заполнена огнем, стреляет отделение ультрадесантников и какие-то смертные военные формы расцветки ауксилия обороны. Холл Велоф видит, что у каждого из людей где-нибудь на броне нанесен черный символ 10. Он не понимает, что это значит и выбрасывает из головы как несущественное. Холл Велоф чувствует жжение в груди и видит ожоговый рубец от попадания лазера. Кожа свернулась и опалена, но он не ощущает боли, вообще ничего не чувствует. Туннель поворачивает и расширяется, потолок поднимается на 30 метров в высоту. На перехват выдвигаются все больше солдат. Стрельба усиливается. Это все не имеет значения. Трое ультрадесантников пытаются навести порядок среди немногочисленных солдат, находящихся в их распоряжении. В поле зрения с грохотом появляются две бронемашины носорог и гражданский грузовой транспортер с парой тяжелых стаберов, приваренных к примитивной турели. Орудия носорога бьют по терминаторам и один из могучих воинов начинает шататься. Когда усилившийся обстрел нащупывает слабое место, Холвелов удивляется, почему ультрадесантники так долго не реагируют на ужасную угрозу прямо у себя под носом, а затем он понимает смысл жертвы Федора Лафела. Ультрадесантников тут нет, не осталось сколько-либо существенного их количества. Стрелок носорога захватывает раненого терминатора в вилку и раз за разом бьет по нему. Это удачная тактика и в конечном итоге броню вскрывает череда пробивающих взрывов. Находящийся внутри воин разрезан на части, он мертв и доспех заваливается на бок. Малок карта взмывает воздух, толчок ног с вывернутыми суставами проносит его над головами ультрадесантников. Темный апостол среди них, его когтистые лапы молотят, как мечи. Он рвет врагов на части, раздирает боевую броню голыми руками и отшвыривает куски тел прочь, будто требуху после разделки туши. Болты расплющиваются твердую, словно железоплоть, клинки отскакивают. Карта хохочет так, будто заполучил то, чего желал всем сердцем. И это оказалось еще чудеснее, чем он когда-либо надеялся. Ультрадесантники мертвы, и карта бросается на носорог. Водитель замечает угрозу и жмет на газ. Гусеницы бешено крутятся, но их скорости недостаточно. Карта врезается в машину, будто стеноломная гиря. Корпус носорога мгновенно прогибается внутрь, изнутри вырывается пламя, и двигатель глохнет с резким хлопком возгорания. Атака карта переломила танк пополам. Взмах взбугрившихся рук швыряет обломки прочь. Эреэш Кигал уничтожает вооруженный гражданский транспортер. Град сверхмощных зарядов разносит двигательный блок, и взрыв подбрасывает машину в воздух на 10 метров. Его терминаторы подобны неудержимым джаггернаутам. Огонь ручного оружия не действует на них, они защищены от большинства клинков. Буря огня бьет по выпуклым пластинам и многослойным нагрудникам, но все это не дает никакого эффекта. Неостановимая стена брони неуклонно продвигается вверх, с каждым мигом забираясь все выше в аркологию. Оставшиеся здесь вооруженные силы соберутся наверху, но уже не успеют помешать полному уничтожению Калта. Тут слишком мало укреплений, чтобы остановить несущих слова. В своем высокомерии ультрадесантники полагают, будто находятся в безопасности, и их порядок дел единственный возможный. 13-й легион не видит преимуществ свободного мышления и определил свою судьбу, цепляясь за устаревший способ воевать. Старых путей больше нет. Возводится новый порядок. Ультрадесантники не смогут принять его, это их погубит. Холвелов издает ворчание от внезапной боли, враг не ранил его, это непозабытая боль от выстрела или пореза мечом. Что-то ломается внутри тела, кости преображаются, удлиняются, органы извиваются и переделывают сами себя. Кровь густеет, ее состав меняется, зрение затуманивается, на глазах образуется Третьи веки. Старая боль угасает, ей на смену приходит новая. Холвелов отбрасывает меч, клинок сломан сразу над рукоятью, хотя командующий не помнит, как это случилось. На бедре закреплен кинжал, одно из грубых изделий с кремниевыми клинками, которые Эри преподнес помазанникам. Холвелов не обнажает оружие, теперь он в подобном не нуждается, из пальцев прорастают когти, похожие на клинки мечей. Позади остаются только пламя и вопли умирающих, впереди ждет новая резня. Холвелов поднимается на административный уровень аркологии 10. Он видит, что сюда набились тысячи смертных, которые собрались вокруг строения из полированного белого мрамора. Он видит уже не так, как раньше, у него зрение ненасытного хищника. Мир для него состоит из кроваво-красных оттенков, запахов плоти и страха. Это хорошо. 36. Ауксилия обороны и дивизия поддержки Ингениума реагируют с невероятной скоростью. Подразделения армии, входящие в командную цепь, уже на месте, но Хамадри опасается, что их мало и уже слишком поздно. Она наблюдает из верхнего люка Химеры, как несущие слова пробиваются на обширный административный уровень. Как они могли здесь оказаться, спрашивает она сама себя, зная, что этот вопрос уже не имеет значения. Капитан Улиет уже сражается, его командирская Саламандра носится туда-сюда у входа в подножие пещеры. Предупреждение сержанта Анкриона о прорыве на нижних уровнях еще только раздалось из всех активных ВОК-сетей, а танки 77-й дивизии поддержки уже с ревом начали действовать. Это грузовые установки и боевые танки поддержки. Они оснащены противопехотным вооружением и не могут сравниться с терминаторами космодесанта. А у ксилия обороны выдвигается на помощь. Хамадри посылает свои танки по флангам, чтобы враг оставался в окружении. Химера перескакивает через неровность почвы, и Хамадри видит, как мало тут воинов противника. Шесть терминаторов, дредноут и две чудовищных твари, которым она видноут. Ее плоть чернеет на глазах, как будто горит в незримом огне. Другая сгорбленная разросшаяся создание, из туши которого торчат куски кроваво-красной брони. Вздувшиеся мышцы выпирают, словно топливные баки, а руки заканчиваются костяными мечами, которые хлещут из стороны в сторону. В теории таких сил было бы ничтожно мало для вторжения в аркологию десять, однако их вполне не может хватить. «Выводи нас направо», приказывает полковник водителю. Химера разворачивается, из-под гусени слетят куски камня. Хамадри поворачивает роторную пушку и вдавливает гашетку. По рукам с глухим стуком бьет отдача, но полковник удерживает оружие, наведенным на цель. Струя пуль бьет по монстру с костяными мечами. Прицел сбивается, когда существо смотрит прямо на нее глазами, которые выглядят как окна в безумие. Зверь взбивается в воздух невозможным прыжком. Хамадри вскидывает вертлюжное орудие и открывает огонь. Угол слишком крутой, выстрелы проходят ниже. Существо с раскатистым грохотом приземляется на переднюю секцию химеры. Сила удара колоссальна, масса твари совершенно несообразна габаритам ее тела. Корпус химеры раздавлен, танк переворачивается, будто подброшенная монетка с аквилой. Хамадри остается жить долю секунды. Она гадает, жив ли еще ее сын в 61-м Нуминском. Лучше бы ему выпало погибнуть, чем сражаться с такими чудовищами. Химера опрокидывается на крышу и полковник Риук Хамадри присоединяется к длинному списку погибших в бою. 37. Преображение совершается. Его плоть меняется, ритуалы совершены, жертвы принесены. Малак Карта привлек к себе внимание богов и чувствует ожидающее его неимоверное могущество. Он ожидает решения, достоин ли. Бормочащих теней больше нет, их притянула к себе ловушка в твердыне Федора Лафела, но теперь они ему не нужны. Он станет собственной тенью, покинув прошлую личность и отбросит все, что могло произойти. Последнее, что от него осталось, ожидает финального подношения. Малак Карта до сих пор чувствует, как сила варпа не желает прекращать охоту. Добыча практически у нее в зубах, однако его потребность сильнее. Без этой силы его тело резко мутирует. Оно будет повергнуто в грязные глубины, лишенные разума мерзости. Достойная участь для некоторых, но не для него. Он наблюдает, как Холл Велов убивает с яростной самозабвенностью. Разум командующего дал трещину, и этим последним предательством темный апостол скрепил свою сделку с монархами варпа. Терминаторы Эриэша Кигала продолжают сражаться, хотя убили еще одного из них. Враг собирается и подтягивает более тяжелое вооружение. Они до сих пор думают, будто несущие слова пришли сюда завоевывать и захватывать. Апостол смеется, и те смертные, кто слышит этот звук, тут же падают замертво. Карта оборачивается к Зугунаре. Это имя ничего не значит. Зугунара умер во второй раз несколько недель назад. Дредноут, некогда служивший вместилищем его плоти, все еще несет биооружие и теперь протягивает бомбу, словно подношение. Карта предполагает, что так оно и есть. Вирус пожирателя жизни, дар богов. Бой продолжается, но темному апостолу уже все равно. Карта открывает активационную панель и вводит коды, которые запомнил давным-давно, когда атака мусорным кодом только вскрыла защитную сеть Калта. Схема вирусной бомбы включается, и внутреннее пространство взрывателя заливает зеленое свечение. Череп шестерня механикума и ультима 13-го легиона зловещий и предостерегающий вспыхивают. Возможность немедленного подрыва отсутствует, есть только предустановленный таймер. Это ничего не изменит. Карта отменяет протоколы безопасности, и внутри бомбы снова звенят предупреждающие сигналы. Темный апостол не обращает на них внимания, поворачивает последний активатор и отламывает его. Для сброса отсчета есть несколько предохранителей и дублирующих систем. Карта уничтожает их все. Бомба передает по множеству вакс-каналов сигнал окончательного отсчета и раздражает царевом тревоге, который ни с чем не спутать. Подобные предупреждения бессмысленны. Все, кто находится достаточно близко, чтобы их услышать, погибнет в течение нескольких минут после высвобождения вируса. Темный апостол видит, как имперские солдаты осознают, что именно он сделал. Те, кто не понял угрозы, по предупреждающему верещанию бомбы узнают, что оказалось среди них по воксу. Солдаты разворачиваются и бегут. Бронетехника сжет двигатели, включая гусеницы на задний ход. Паника и ужас практически всеобъемлющие. И карта разражается ревущим хохотом от зрелища того, как хваленая ультрамарская дисциплина рушится перед лицом очевидной смерти. Несколько храбрецов бегут к бомбе. Возможно, они думают, что смогут ее обезвредить. Они заблуждаются. Темный апостол чувствует, как в глубине его преображающейся плоти окрепло соглашение с варпом. Его тело подготовлено и теперь может произойти слияние материального и духовного. Карта поднимает руку и видит, как кончики когтей окутываются серебряным мерцанием. Сама его плоть стала ножом, которым можно рассечь пределы измерений. Он ощущает, что это позаимствованная сила, сиюминутный дар, позволяющий заключить союз с варпом. Карта рубит рукой вселенной расступается перед ним. Ядовитый ветер вырывается из глубокой раны, врат во владение богов и чудовищ. Скоро ему суждено стать и тем, и другим. Он ощущает, как гибнет еще один из терминаторов Кигала. Его чувства вышли за пределы всего, что он знал раньше, и это лишь начало вознесения. Темный апостол шире разводит колышущуюся прореху, пробуя на вкус темные обещания миазматической пустоты с той стороны. Теперь она станет его миром. Она, а не безвкусный материальный уровень смертных. Однако перед тем, как шагнуть внутрь, Малак Карта испытывает нечто такое, что, как он думал, давно покинуло его на колхийских песках. Он испытывает сомнение. Карта отворачивается от завывающих врат и видит, как в пещеру стремительно влетает пара лендспидеров, покрытых следами радиации. Их двигатели перегреваются и коптят. Чтобы добраться сюда, они значительно превзошли пределы своих возможностей. Бессмысленный жест. Бомба взорвется, теперь этому уже ничто не помешает. На переднем стимере стоит воин без шлема, облаченный в синее золотое. Малак Карта никогда его раньше не видел, однако измененные чувства немедленно узнают новоприбывшего. Рэмвентан. 38. На административном уровне царит хаос. Гражданские солдаты в ужасе разбегаются от стоящих в центре пещеры фигур. Дредноута и существа с толстыми конечностями, покрытого черной чешуей. Кажется, что на его теле мерцает мрачное пламя. Это предводитель темного воинства. Вентан чувствует это нутром. В руках у дредноута визжащая бомба. По каждой частоте слышно, что боеголовка с пожирателем жизни вот-вот взорвется. Терминатор несущих слова продолжает сражаться, но на него пикирует спидер Сиданса. Доспех терминатора может выдержать попадание орудия сверхтяжелого танка. У Сиданса мульти-мелта. Вентан замечает вспышку и слышит рев перегретого воздуха, однако не видит, что случилось с терминатором. Спидер дергается, двигатель сбивается на предсмертный хрип. Буквально чудо, что он добрался так далеко. Селатон гнал машину как мог и теперь ей конец. Спускайся, кричит Вентан сквозь крики и грохот выстрелов. Селатон кивает. Не думаю, что у нас есть выбор, капитан. Но прежде чем спидер успевает снизиться, Вентан слышит звериный рев. Омерзительное создание с мечевидными клинками на лапах соскакивает с кормы разбитого носорога. Оно движется прямо на них. Контакт кричит Вентан. Селатон рывком разворачивает спидер и тот кренется на бок, но даже скорости рефлексов легионера недостаточно. Режущие лапы твари рассекают машину надвое, отрубив селатону ноги посередину бедра. Вентан спрыгивает, спидер пропахивает камень и разбивается со взрывом, от которого разлетаются куски стали. Рем не знает, пережил ли селатон крушение, и у него нет времени это проверять. Тварь, которая сбила их на земь, встает на дыбы стеной разрастающейся плоти и когтей. Вентан видит, что некогда это был человек, такой же легионер, как и он сам, но гипермутации, которые уродуют тело, совершенно вышли из-под контроля. Из хрящевидных желваков вырываются конечности, а на податливой плоти возникают клыкастые рты. Вентан опустошает в тварь-магазин. Заряды входят в изменяющееся тело. Он слышит взрывы, но похоже, что существо их даже не чувствует. Капитан тянется за новым магазином, но его опрокидывает на зим лапа размером с грудную клетку. Огромная туша разбухает и меняется в неуправляемом бешенстве. Вентан тянется к мечу, цепному оружию, которое взял вместо силового клинка. Существо кричит, капитан не в состоянии сказать от боли или злобы. Вентан всаживает меч в колышущиеся складки новообразованной плоти. И тот втягивается внутрь так сильно, что клинок вырывается из руки. Тело монстра полностью поглощает цепной меч, и Вентан тянется к следующему оружию. Он отцепляет от пояса пару осколочных гранат, по одной в каждую руку. Какая-то его часть знает, что это глупо. Вирус пожирателя жизни уничтожит чудовище вне зависимости от исхода схватки. Но для Вентана важно, чтобы оно погибло от его руки. Он вбивает гранаты в тело твари и выпускает их, пока руки не постигла та же участь, что и меч. Оба заряда разрываются с глухим влажным шлепком, и капитана окатывает дождем тухлой плоти, сырой, словно протоплазма. В зияющих открытых ранах кровь и прожилки несформировавшейся материи. Существо не умирает, оно слишком большое, но ему больно, оно верещит сотними ртов. У Вентана есть в лучшем случае мгновение, чтобы воспользоваться этим. И тут он видит, в одной из развестных ран кинжал с серым клинком. Оружие прицеплено к кожаному поясу, который вобрало в себя разрастающаяся плоть монстра. Вентану известно, что это такое, он уже пользовался подобным баронет. Капитан протягивает руку и вытаскивает кинжал из мокрой мисистой раны. Он чувствует заключенное в мерцающем клинке смертоносное наследие. История оружия полна крови, но оно обладает необходимой сейчас силой. Размеры ножа ничтожны против такого разросшегося противника, но Вентан лично знает, какой урон могут нанести подобные орудия. Над ним нависает лицо монстра, распухшая масса бормочащих ртов, безумных глаз и мечущихся языков. Кто бы это ни был, его уже давно нет. Вентан гадает, понимает ли существо, чем стало. Широкая пасть, полная прорастающих клыков и едкой желчи, дергается к нему. Закал, кричит Вентан и вгоняет клинок в глотку твари. Эффект следует немедленно, и он ужасен. Монстр разрывается, сворачиваясь внутрь и распадаясь на разлетающиеся куски пропитанной кровью плоти и жира. Гибридные органы отмирают за считанные секунды, а растущая материя чернеет за один вздох. Моментальное разложение сопровождается смрадом массового захоронения. Из не имеющих названия комков, пораженной болезнью плоти, разлетаются брызги зловонной черной жидкости. Вентан отшатывается назад, испытывая при виде смерти существа неимоверное мерзение. Где-то посреди картины распада он замечает признаки постчеловеческого тела, но и они разрушаются у него на глазах. Он сплевывает сгусток смрадной жидкости и переводит взгляд на неподвижного дредноута, который держит вирусную бомбу. Чешуечатая черная фигура с кривым рогом смотрит на капитана с ненавистью. Она разворачивается и исчезает в мерцающей прорехе видит сквозь разрез. Разрыв уже уменьшается, ткань мира затягивается и через считанные секунды отверстие исчезнет. Кинжал дергает руку. Он хочет вернуться в нечестивое царство, где был сотворен. Сиданс кричит винтан, выводя на визор таймер бомбы. Ко мне! Позади него разворачивается синий спидер. Сколько спрашивает Сиданс? Десять секунд, слезай! Что? Нет, я с тобой, не в этот раз, говорит винтан. Сейчас нет тринадцатого Эльдара. Он пинком сталкивает Сиданса со спидера и падает на место пилота. Двигатель изрыгает струю облученного дыма и скиммер кренится вперед. Винтан заставляет его совершить последний полет. Спидер трясется, как будто разваливается на части. Сзади раздается резкий стук сбоящего двигателя и тянется огненный шлейф. Давай же, проклятие, лети, кричит винтан. Гравитационные панели отказывают и спидер снижается. Энергия почти полностью израсходована, двигатель не работает. Капитан селится удержать машину в воздухе, вытягивая рулевую колонку назад и вкладывая в спидер все остатки своей воли и веры. Дредноут темнеет перед ним, словно непоколебимый левиафан. Винтан бросает порченный варпом кинжал на сидение стрелка. За отвагу и честь, выкрикивает он, за императора. В машину вливается последняя порция энергии и винтан активирует переднее орудие, спрыгивая со спидера. Капитан жестко падает наземь и перекатывается, а скиммер на полном ходу врезается в дредноута. Столкновение ужасно, инерцию спидера не погасить. Дредноут отшатывается назад на своих поршневых ногах, а затем гироскопические стабилизаторы силятся удержать равновесие, но не справляются с этим. Дредноут падает и его поглощает сосущая рана в мироздании. Он исчезает с калта и разрыв закрывается за ним. Винтан задерживает дыхание, считая секунды. Он ждет взрыва, который так и не происходит. Капитан не знает, куда делась бомба со смертоносным вирусом пожирателя жизни, но это не калт. Ему этого достаточно. Он оборачивается на звуки ликования. Требуется секунда, чтобы осознать, что оно обращено к нему. Обитатели аркологии 10 выкрикивают его имя. Нет, не имя, прозвище. Спаситель Калта. И Рэм Винтан впервые чувствует, что заслужил этот титул. Калта. Продолжение следует... Продолжение следует...